Всем привет! Сегодня у меня на подкасте была Лена Грейсон, которая занимается тем, что она Деминатрикс. Она рассказывает в своём блоге про БДСМ и про всякие практики такие необычные. Вот, ещё она очень большой гик, так же, как я, любит комиксы, фильмы, аниме, книжки, всякие прикольные игры. Вот, и мы обо всём об этом с ней поговорили. Она как раз недавно тут давала лекцию в Турции на тему БДСМ. Вот, и прямо после этой лекции на следующий день мы с ней встретились и записали этот подкаст. Сначала первую половину подкаста мы говорили чисто про наши увлечения, всякие мультики, динозавров, игры и прочее. А потом уже про её, про её деятельность непосредственно БДСМ, доминирование, всякие подвиды, тематик и прочее. Я думал, думал, о чём с тобой говорить, у меня два было, два было варианта. Первый вариант, к которому ты, наверное, привыкла больше всего, потому что, типа, основа основ, знаешь, ты, типа, ты доминаторик, всё такое. Вот, это, наверное, супер скучно уже для тебя, но и тоже рассказывано всех. Ещё вчера лекция была, ты рассказывала. То же самое. То же самое, вот. А второй вариант, у меня подкаст называется «Вдохновение», моё супер креативное название, про то, что людей как бы сделало, как личности в течение жизни, какие у них были интересы, прям от и до, знаешь, суперподробно. Потому что, мне кажется, ну, что у меня в основном дофига всяких интересов, там, в поп-культуре, там, динозавры те же и прочее, прочее. Вот, и мне всегда очень интересно, чем люди другие увлекались, а про это мало информации, знаешь. Обычно спрашивают, типа, «Ваше вдохновение», все говорят, там, типа, ну... Природа, погода, любовь. Да, да, да. Так что, не знаю, можем как-то перескакивать от одного до к другому, либо... Какой тебе вариант? Ну, на самом деле, про вдохновение очень интересная тема, потому что, смотри, вот если, там, для подкаста, чтобы было понятно просто, кто я и что я, да, типа, кратко, что... Меня зовут Лена Грейсон, я верхняя, давно очень сильно публичная, с Андреем мы познакомились, собственно, через Кинки, потому что и он там занимался своим творчеством, я занималась своим творчеством, условно творчеством. И, собственно, давно веду блог, и это, как Андрей сказал правильно, что, да, у меня старая история, что всегда меня спрашивают о том, вот, как это вот верхний быть, какие практики, какую самую большую жесть ты делала, что такое БДСМ и так далее. Но, на самом деле, я просто пипец какой гик, то есть... Да, вот это интересно. Да, и поэтому, когда ты начал об этом говорить, то мне хотелось рассказать, потому что, мне кажется, что во многом поп-культура повлияла на то, как я, в принципе, выгляжу, и то, что мне нравится очень сильно. Потому что я, когда вспоминаю некоторые такие элементы из своего прошлого, и там, знаешь, типа, одни из моих любимых мультиков в детстве, это были «Маширокеры с Марса». Господи, боже мой, как я любила этот мультик. Это было для меня просто... Я их рисовала, мне было так интересно, мне было так клёво. Меня записывали, я помню, у меня стояла... У меня кассета была перезаписана с телека, которую мне принесли в коробке от ACDC записи. Там прям вот это было. И я всегда увлекалась монстрами, динозаврами, собственно, как этот мультик, помнишь, «Не миллион лет до нашей эры», господи, «Земля до начала времён» ужас, какую-то травму мне нанёс тогда, когда там умирала мама этого главного диплодока, и это был просто кошмар. Вообще одно и то же у нас с тобой прям, я помню, как я смотрела, до сих пор помню. Там же их ещё много потом серий наделали всяких. Про динозавр-то? Да-да-да. Там было очень много, но первые вот два мультика буквально, они были самые классные. То есть у меня даже эти игрушки были плюшевые, вот этого диплодока, и там была Трицератопс сэра. Она была такая наглая девочка, она мне очень сильно нравилась, и вот мне тоже подарили её, но в итоге моя собака их снашала просто, когда я выросла. Они дожили до очень долгих времён, потому что после наших времён, вот, но они были, к сожалению, отданы моей собачке, ну, вернее, собачкам. Они там большие были? Игрушки? Да. Ну, такие маленькие. Собачка-то маленькая, то есть у неё случалась любовь с каждой из этой... Да-да-да, знаю эту тему. Вот. И потом вот, ну, когда я росла, у меня уже начали появляться игры. И вот когда появились игры, это, видимо, был один из самых таких переломных моментов, потому что мой отец геймер, он прямо-прям геймер-геймер, и однажды он мне показал Старкрафт. И это была самая большая ошибка, мне кажется, в жизни, потому что я увидела зергов. Это были ранние 2000-е, наверное? Мне очень нравились эти маленькие зерги, которые распространяли вот эту жижу повсюду, и мне было очень классно. Мне тоже зерги нравились больше. Ну вот, да. А ты играл в второй Старкрафт? Я играл, но очень давно, и очень немного, потому что я вообще не геймер. Вот в этом в плане мы с тобой сильно расходимся, потому что я вообще про игры ничего не знаю, и никогда не играл. У меня последние игры были как раз вот Warcraft 2, Duke Nukem 3D, там Quake 2, 1, вот это поколение. И потом я закончил играть. Quake 3 вышел, и это была последняя игра, мне кажется. О, ну Quake, извините меня, зато ты зацепанула такую классику-классику, знаешь. Ну да, да. А тебе в играх, они тебе просто тупо надоедают? Ты не мог в них вовлечься, или тебе просто другое что-то нравилось, интересно? Я, знаешь, ну, во-первых, я сам плохо играл всегда, очень плохо. Я просто, я не прошёл ни одну игру, даже с прохождением. Я очень плохо тупил там. Всяких где-то надо быстро соображать, я тоже, меня все убивали сразу. Вот, и, знаешь, я залипательный, может, я люблю смотреть, типа, наслаждаться. Вот этим всем пейзажами. Я очень любил смотреть, как все мои друзья играли. Вот, я вот тот человек, который рядом сидел и просто смотрел. И мне нравилось это. Вот, я даже, когда у меня комп дома появился, и игры Final Fantasy 7. О, ну ничего себе, да. У меня подарили родители на день рождения 4 диска, там, по-моему, было или 6. Я сам не играл, я звал друга, который играл много часов у меня, а я смотрел просто кино. Я думаю, что у тебя была только не 7, а 8, потому что 7 не было на компьютере. Ой, 8, 8. Да, ты как раз попал на самую вот эту, которую на комп первый раз перевели. Да, 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 просто она популярнее сейчас 7, все про 7 как-то помнят. Ну, 7 это моя любимая, типа, часть. Я зацепила, когда они еще были вот этими квадратными человечками, жидкой графикой. Но мне она так понравилась, и такая там вселенная была интересная. И, собственно, я вспомнила про Финалку, я в детстве в нее играла, а потом, когда я подросла, то вышел мультик. Я не знаю, смотрел ли ты Final Fantasy, Adon Children. Нет, не первый, а Adon Children называется. Нет, это по вселенной 7 Финалки, где ты, если ты не играл, ты вообще ничего не поймешь, вообще по нолям. Ты будешь сидеть и такой, господи, что происходит на экране? Но она, там вот классика Square Enix, которая вкладывается деньгами в графику, потому что она выглядела на тот момент, ну, просто роскошнейшей. То есть ты смотришь на этот мультик, там все волосы прорисованы, ресницы, ты смотришь на их кожу, и то есть, а это год, ну, не знаю, там, 2007, знаешь, там, 2006, даже если не раньше. Вот. И фильм уже еще целый был. Финал Фэнтези, который, этот, Спиридс Вэдден назывался. Ой, он меня в детстве так пугал, мне было так грустно от того, как там все умирают, ужасно. И у меня просто была мысль о том, что, помнишь, там же эти духи, которые... Что-то я его так плохо помню вообще. Там, короче, была раса духов, которая крала, вот, типа, она тебя касается, сквозь тебя проходит, и она у тебя душу сразу забирает, и ты, короче, умираешь. И там это было так жутко показано. Там всех убили. Он еще такой взрослый был. Да, он был адский взрослый. Там еще подобрали актеров, ну, которые вот motion capture, да, делали. Типа, они были такие живые, и из-за этого, знаешь, как живой, ну, сука, не живой, знаешь, этот видос с голубью. Долина, как она называется? Этот, господи, эффект «Зловещая долина». «Зловещая долина», да. Вот, и поэтому... А, ну вот, собственно, если там, смотришь на мои татуировки, это сразу, я вспоминаю, мне показали чужого. Да, вот чужой, и это было для меня вообще открытием. Мне очень нравится концепт. По селику или по видео? Смотри, у меня мама с папой разошлись, у нас появился отчим. И, собственно, отчим, это вот мой... Мой человек, который у меня вырастил, который я очень сильно уважаю, и который очень крутой чувак, потому что мама винит все татуировки, его винит, короче, в этом, потому что он увлекался, значит, там, типа, он мне музыку показал, во-первых. То есть, «Рамштайн», «Оззи Осборн», «Дио». Первый мой концерт – это был «Дио», очень известный рок-музыкант. «Рейнбоу», «Дипепл», вот это всё это. Я ходил на «Дипепл». На «Дипепл», да? Ну, вот, и, собственно... В Ярославле они были. Ой, круто. И, короче, и он очень любил все эти фильмы, то есть там «Терминатор», «Бегущий по лезвию». И мама всегда сидела, говорю, господи, что я буду делать с этим человеком в своей жизни. И тут появляюсь я, которая такая, да, показывайте, мне всё нравится. И мне показалось первое «Чужого», и это было по видику. То есть, и мне было так круто. Он мне вообще не показался страшным. Он мне, кстати, вот, меня хищник пугал. А вот «Чужой» меня пугал. Хотя теперь я считаю хищника очень сексуальным. А вот, ну, и «Чужой» мне как бы нравится просто как ипостась такая. А «Чужой», ну, а «Хищник», он у меня прямо... Я помню, как он морду вот эту, ну, снимает маску, ну, шлем вот этот. И у него вот раскрывается вот эта штука. И у меня в голове, ги, опрос, это как стрёмно. Да, да, меня тоже пугало. Даже были фотки в журналах с этой мордой его. Я такой, как взрослый. Потом меня ещё пугал этот «Блэйд», я помню, как я смотрела. Он «Блэйд» мне очень понравился. Тоже меня очень сильно вдохновлял. Первый имен, да? Первый, второй. Ну, две части мне очень нравились. Типа, третий уже такая себе. Но в целом мне очень нравился концепт, что он типа полувампир, да? И это ещё в аниме было «Охотник на вампиров Ди» был мультик, который, блин, выпускали у нас. Диски продавали прямо из-за мультиков. Да, и Хелсинг. И Хелсинг тоже. Но там не было полувампиров, там уже было полдемона, и вот эта вся дичь была. Но, кстати, самое обидное, что в Хелсинге, там же... Я тоже очень любила Хелсинга, но я не была никогда фанаткой Аллукарда. Я просто пошла читать мангу, и в манге нашлось столько офигительных персонажей. Я думала, блин, почему их нет в сериале? А потом выяснилось, что сериал просто снимала студия Гонзо. И это студия, которая покупает все очень крутые тайтлы и снимает говно по ним. Вот серьёзно. Там куча всего... Крусейд Хронова, Last Exiled, там, ну, собственно, этот... А, Ганс ещё они снимали, если знаешь, типа, это просто... Не, настолько в аниме... Ну, в смысле, я люблю аниме, но это какие-то... Почему-то не знают все, только Хелсинг знают. Ну, это, знаешь, это такие, типа, супер-мега классические штуки. У меня просто есть такой, знаешь, замут, что, типа, если мне что-то очень сильно интересно, то я буду это изучать вот прям досконально. И это просто такая вот дрочильня. Я не знаю, зачем я изучаю всю пуп-культуру, но вот это вот... Это круто, это круто. Не, я тоже такой, на самом деле, задротый в этом плане, да. Слушай, ну, а какой твой тогда, вот ты сейчас вспоминаешь, вот из старых фильмов, вот, как «Я чужого хищника» вспоминаю? Чужой, чужой. Чужой, да, тебе? Я, чужой первый, знаешь, он был очень страшный и всё такое, но меня произвело очень впечатление большое, но на меня вторые больше чужие больше произвели, потому что какого-то впечатления творческого, потому что там их лучше было видно. Я останавливал кассету на паузу и перерисовывал их. Круто. Вот тогда ещё, когда совсем мелкий был, потому что их там именно, как бы, Джеймс Кэмерон подсветил их. Да, 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 он их прям подсветил. Особенно вот эта матка их чужого. О, королева вот эта, которая, да, она выглядела так жутко вообще, и такая она огромная была. И ты как думаешь, сейчас так легко просто это всё снимать из-за компьютерной графики, вот, а раньше они, блин, собирали это в огромных аниматрониках. Настоящий размер. Да, да, и это было очень круто, потому что всегда было, знаешь, то, что мне очень сильно, вот, собственно, тоже касается моего БДСМ и моего творчества и того, что меня вдохновляет, мне очень круто, когда люди придумывают новые способы реализации различных идей. То есть вот когда старые фильмы снимали, да, ты, ну, помнишь, в третьей части чужого, там, короче, каждую часть чужого, чужой, это, он с кем-то соединён, то есть типа там с человеком, с собакой, с быком. Я, кстати, только недавно понял эту штуку. Да, я вот когда-то... Я в детстве тоже не понимала, если что. Да, 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 не врубался. Я вот сейчас потом стал смотреть уже на ютубе всякие видосы про ксеноморфов, и такой, что, правда, это так было, работало? И, собственно, про решение в третьей части, несмотря на то, что там была, знаешь, ещё какая ошибка сделана, там этот гринскрин вот этот был сделан не зелёный. Его сделали, по-моему, синим. Так раньше так всё делали. Ну, там, короче, была идея в том, чтобы, типа, его движения выглядеть должны были более рвано, благодаря вот этому гринскрину, для того, чтобы, ну, как бы он... Потому что там собака, короче, и там ксеноморф с собакой совмещен в третьей части. Так вот, чтобы сделать эту собаку, они... у них выпит был, которого они... я найду тебе фотку, я просто вспомню, что у тебя же выпит. И типа я покажу, потому что там этот хороший мальчик в этой штуке, знаешь, типа, одетый, и у него такая мордочка, и такие глазки ему надевают, эту огромную штуку. Да, и, собственно, то есть, видишь, опять же, решение, да, то есть, которое они придумали, эту собаку. Почему именно эту собаку? То есть, скорее всего, потому что длинные конечности, тонкая, да. И это всегда было каким-то решением. А вот сейчас очень много фильмов, к сожалению, без вот этого качественного... Ну, правда, вспомнить тоже, что меня очень сильно люблю, Mad Max, последний, который... Дорога ярости, она снята полностью на живую. То есть, там у них добавлено, конечно, компьютер граффикс, но когда они переворачивают машины, они экшили переворачивают машины. Ну да. И это ты чувствуешь, когда смотришь. И это вот прям круто, потому что вот когда просто в зеленом экране люди прыгают и орут, это как-то печально. Да, 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 вообще не знаю. Хотя я люблю компьютерную графику, как она выглядит в кино. То есть, мне приятно смотреть на монстров компьютерных и вот эту всю штуку, но просто когда это полностью, то это печально. И это просто, знаешь, как это... Когда смотришь на красивую картинку, также вот в жизни у меня было, типа, на практику смотрю и думаю, блин, какая красивая картинка. А потом я понимаю, сколько было приложено сил, чтобы сфоткать, и это было настолько, ну, типа, постановочная штука, она неискренняя. Ну, это для меня лично такая вот рабочая схема. Не знаю, я люблю такое немножко причесанное, пригламуренное, больше, наверное, даже. О, а мне вот нравится дикость в этом всём, знаешь, типа, wildness, типа, костюмов, образов живых этих. То есть, пригламуренное мне тоже нравится, ну, потому что, блин, глаз радуется, конечно. Типа, временами ты смотришь и думаешь, господи, просто эстетический оргазм там на фотку, да, но потом для меня это, я понимаю, что, знаешь, типа, одно движение этой пригламуренной фотки, и она, ну, типа, персонажей, и она уже выглядит не так. То есть, потому что там и свет, и вычищено всё. Это мы просто... Какие фотки? Типа, по-другому самому? Да, это в целом даже, вот, знаешь, типа, вот, кадр из фильма, давай вот так возьмём. Мы же про фильмы говорили. Вот ты когда кадр смотришь, да, и там много таких стил-фотов, да, которые сливают перед выпуском фильма часто. И ты смотришь, и там есть, когда ты видишь натуральные кадры из фильма, а когда сделано... Ну, просто сфоткали на площадке. Вот. И это всегда так, знаешь, типа, забавно выглядит лично для меня, потому что они, ну, сильно отличаются от вайба, например, фильма. Вот. Ну, сейчас-то вообще всё на зелёном фоне снимают, и просто... Ну, сейчас... Ну, смотри, вон, Мэд Макс в 15-м году сняли. Ну, вот это, блин, в 15-м году, последний, можно сказать, фильм такой. Ну, да, да, в принципе, да, потому что, а какой, да, реально, а сейчас вообще фильмов, по-моему, нету, которые... Да и с мультиками тоже так вот меня очень сильно расстраивает. Типа, я очень люблю 2D. Да, 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 я тоже. Я почти не смотрю 3D теперь, вот, как они стали 3D-шные. Да, то есть ты не смотришь вообще? Ну, мало, да. Я просто смотрю, вон, Катя, Катя любит. Просто, знаешь, чтобы чуть-чуть в курсе быть, но в целом потерялся полностью этот какой-то ажиотаж такой, знаешь. Интерес. Ага. А ты смотрел Клауса? Да, Клаус. Вот это просто, я была так поражена этим мультиком. Я очень долго не хотела смотреть его. Ага. Потому что я думала, мне очень нравилось... Но он нарисованный. Он нарисованный, да. Вот, мне очень, типа, единственное, что меня привлекало, что он очень сильно нарисованный. А потом я такая думала, ну, блин, ну, что я там буду смотреть? Опять история про Санта-Клауса, опять какая-то новая интерпретация вот этого всего. А потом я посмотрела, и такая... Это один из лучших мультиков, который я смотрела ever. То есть он такой и прописанный хорошо, и интересный, и такой добрый. Ну, а, знаешь, еще какой вот у меня... Ну, я очень люблю комиксы, то есть комиксы — это вообще любовь. Да, давай поговорим. Да, и вот сейчас последнее про мультик. Into the Spider-Verse. Вот это... Круто, да. Я его еще в кино смотрела, и для меня это было просто... Я говорю, у меня там, типа, слезы на глазах были, от счастья, что я это в кино увидела, потому что это искусство. Вот это гребанное искусство. И вот, собственно, возвращаясь к комиксам, я фанатка комиксов. Больше DC, чем Marvel, потому что DC более мрачные, и мне очень нравится этот мрачняк. И вот, знаешь, эта фраза была у ностальгирующего критика о том, что Marvel — это где люди становятся богами, а DC — это боги становятся людьми. И вот это самый интересный концепт, потому что, условно, там все очень суперсильные чуваки, которые оказываются в самых человечных вопросах. Ненавижу Супермена. Господи, я ненавижу Супермена. Я могу это искренне говорить об этом. Никогда не пойму, как можно любить Супермена. Но вот этот концепт супер-мега-сильного чувака, который все равно стоит на стороне людей, я в него не верю. Ну да, Хомландеры намного реалистичнее из пацанов. Да, да. Ну вот, когда ты говоришь про просто суперсильного персонажа, да, вот просто представь себя, свою психику, которые тебе сказали, ты можешь быть сильнее их всех, то есть ты сильнее. Ну да. И ты будешь сидеть, иначе ты их слушаешь, да, ты не будешь ломать здание, как ты хочешь, не будешь все эти деньги себе забирать, будешь там... Ой, короче, и во всех... Ну, в DC и в Marvel там же очень много параллельных вселенных. И в DC во всех параллельных вселенных, кроме нашей, условно, да, типа настоящей, везде супермен-злодей. Везде. Что как бы намекает. И вот самые известные вот игры, помнишь, были, не знаю, знаешь ли, господи, Injustice League Fighting. И там вот, собственно, вот именно вот эта легенда, ну, вот эта история рассказана, где Джокер типа... Ну так это по комиксу же, Injustice. Да, это по комиксу, полностью Injustice. Он по... Там его Джокер, короче, загипнотизировал, условно, да, и типа Супермену казалось, что он убивает Джокера, а на деле он убил Лоис Лэйн своими руками. И, конечно, он психанул, стал супер-мега опять злодеем, и вот это вся байда. Вот. Ну и возвращаясь про комиксы, мне всегда очень сильно нравилось, знаешь, что типа одна мысль о том, что и DC, и Marvel провернули такую интересную штуку, что комиксы стали культурным кодом Америки. То есть они, ну, типа для них это что-то, что не воспринимается как ха-ха, типа посмотреть в сиська пердильная, да, вот это всё. И для них вот типа все герои, там, Бэтмен, да, условно, какой... Вот как мифология американская. Вот, мифология, точно ты правильно подобрал, да. И причём у DC и Marvel есть негласный договор о том, какие они используют мифологии. Если ты не заметил, там никогда у них нет пересечений, то есть у... То есть типа DC греческую используют. Да, греческую. А Marvel все остальные. Marvel скандинавская, у них мифология самая основная. И что-то ещё у них было, но у DC тоже вот. Но у DC, короче, они больше так в восток пошли, то есть у них разрешение, а у этих скандинавия, потому что у них вот этот Тор, да, и вот эта вся... У DC есть прямо Орес, там, ну, все боги, и у них даже условно боги существуют во вселенной. Но в новом Торе же будет Зевс, вообще. Зевс? Да. Там будет чувак Зевс. А, точно, я помню, да. В трейлере даже он там сном. Да, да, да. Его будет играть там Рассел Кро, по-моему. Вот, а ещё, а ещё там есть Геракулу Marvel, который гей. Да? Это я не помню вообще. Вот, но этого не будет в фильме, по-моему, но вообще по комиксам... Это вот именно в комиксе, где вот по этому... Не-не-не, это вообще, у них есть целая серия Геракул от Marvel. Вообще, ничего. Так что они так, наверное, чуть-чуть... Ну, у них же есть и персонажи, которые везде очень похожи. Слушай, у них понятное дело, что везде работает... Это ещё старинная тема, ну, в смысле, это может до их договора. Да, конечно, и типа вообще, ну, в комиксах вот эти все, которые классические показывают там в кино и вот это всё, они мне, ну, не так интересно, ну, кроме Бэтмена, понятное дело. Вот последний Бэтмен, собственно, прикольный, кстати. Мне понравилось, мне понравилось, за исключением того, что когда ты смотришь его в кино, ты ничего не видишь. Да, да. Ты вообще ни хера не видишь. Тут ещё в Турции кинотеатры плохие. Ну, в смысле, они очень... Ну, тёмные. Тёмные, да. Да, и то есть в этом фильме ты вообще сидишь и просто такой, господи, боже, что ты мой. Это просто... И ты пытаешься его увидеть, а ещё у них вот эта манера есть дурацкая, что они шепчут. Да, да, да. И ты половину сидишь... Актёрская игра, потому что для кино... Не как у нас актёры из театра пришли. Да, да, да. Да, да, да. Пытаются донести свою мысль. Там они не доносят свою мысль, они просто, блин, сидят и пытаются хоть слово сказать. Ну, это ужасно, короче. А, и знаешь, это ещё... Это же типа Томна. Да, да, да. Ну, а Джон Сноу в «Игре престолов» ни разу вообще не сказал слова никакого громкого. Он так... Ой, и да. И, короче, вот «Бэтмен» последний мне понравился. Мне понравилась интерпретация, ну, Ридлера. Но там совершенно не объяснено. Там же и «Ер-1» условный, типа «Ер-2» максимум «Бэтмена», да? И внезапно Джокер уже сидит. И вот у меня тут возникают вопросы. То есть «Бэтмен» показывается таким новичком, понимаешь, типа ещё, ну, видно, что у него там есть и бабки, и всё такое, но он очень не понимает, что происходит особо сильно. Вот. А потом внезапно Джокера показывают сидящим. И ты такой, а когда... И вот это помнишь, вначале там... Ты же смотрел, да? Да, да, да. Помнишь, там вначале есть чуваки, которые в этих раскраске клоунов, вот это всё... И у меня такое было чувство, что это, знаешь, оммаж на, собственно, Джокера. То есть, типа, это остатки... Нет, 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 что это остатки чуваков, которые служили Джокеру, типа, потому что вот эти, знаешь, остались там условно какие-то там бегущие... Не наёмники даже, ну, ты понимаешь... Я всё думал, весь фильм, что он как-то связан с Джокером, потому что Джокер был такой успех у них за много лет, что я думал, они как-то свяжут... Ну, что это, типа, вырос этот парень. Ну, который... А этот Риддлер, что ли? Не-не-не, в Джокере же «Бэтмен» маленький. А, да-да-да, я помню. Что вот он, типа, вырос и как-то, я думаю, может, всё-таки покажут Хокина и Феникс. Не-не, это же совершенно другая вселенная, это же вообще другая вселенная. Что-то у них столько, у них ещё сериалы на Сида... А, у них сериалы про этот, господи, Пенни Уорта, этого Альфреда... Ну, там ещё и «Супермен» есть, и свой, и куча всего. «Супер-гёрл» ещё у них сериал, и этот «Флэш». Да-да-да. Что-то они, мне кажется, не запутаются ли сами. Слушай, знаешь, они как удобно делают? Это как с комиксами они делали, когда они запускали «Нью-фифти-ту». Они просто взяли и, так знаешь, шатдаунули все истории. И, типа, перезапустили, как они хотели, причём с того момента, как они хотели. То есть, ну, знаешь, когда у тебя есть право делать своим персонажам всё, что ты хочешь, ты берёшь и делаешь своим персонажам всё, что ты хочешь. Слушай, а как ты относишься, раз уж мы про это заговорили, вот в «Последнем человеке-пауке», что они... Что они всех показали? Смотрел ведь, да, наверное? Конечно, конечно. Ну, смотри, для меня, из-за того, что я, ну, как бы гик, да, и фанатка, то для меня весь этот фильм было ощущение, как будто мне дрочат на протяжении трёх часов, потому что я просто смотрю на всех своих любимых героев, да, и они все в одном месте, они все классные. И Тоби Магуайр, который такой, типа, старший брат, такой, типа, прям мой лапушка, и этот, который страдает, что не может пережить вот эту всю историю с этой, как её зовут, Глэн Стэйси. То есть, мне, на самом деле, очень понравилось, но это совершенно, абсолютно снятый для фанатов фильм. Ну, вот да, он как будто уже, как будто даже не кино настоящее. Он как бы классный, я его даже два раза в кино посмотрел, один сам, один с Катей, потому что, ну, в кино круто смотреть, там всякие экшены и прочее, но ощущение, что это просто, как сами фанаты как будто сняли, знаешь, типа, у которых много денег было. Да, 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 это, знаешь, было ощущение, как будто, как ребёнку показали спайдермена, и, знаешь, дети такие начинают придумывать, чтобы было классно. А то у них есть Бэтмен ещё рядом, и они такие... Да, 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 вот, но, в принципе, он, типа, ну, фильм реально прикольный, но он пустой. Вот это единственная проблема, он очень пустой был. То есть, ну, там сюжета нет какого-то, там очень много этих... Ну, высосану с пальцами, дыр сюжета. Дыр, да, очень много. И, типа, ты сидишь и думаешь о том, что вот вспомни, вот, Доктор Стрэндж, когда вышел, я помню. И мне вообще тоже такая, типа, Доктор Стрэндж вообще этого героя не особо знаю. Вот для меня, знаешь, маги существуют в DC, там, типа, Затана, там, этот, Константин, вот это всё, типа, их вселенная с волшебниками, она мне понятна. В Marvel мне она особо непонятно была. И тут выходит этот прекрасный, значит, Доктор Стрэндж, который просто опиздохуительный, извините меня, то есть, по-другому не скажешь, потому что там и сюжет хороший, там и персонажи интересные. Ты, блин, веришь всему, что там происходит. И визуал крутой. Визуал, ну, о, визуал вообще. И этот, господи, Камбербэтч мой любимый. Вот, и мне очень нравилось, сейчас же выходит новый Доктор Стрэндж, я очень жду. Он же сейчас вот-вот лайк. Можем к самим все вместе пойти. А, да, пошли, обязательно, потому что я очень хочу. Прям на премьеру, ну, не на премьеру, как только он здесь появится. Как только он появится, да. Я на Бэтмена-то поехал, то есть, мы уехали, и я сразу в первый день пошел. Я когда сюда приезжала, мне такие тоже, о, наверное, Грейсон уехала, потому что она сможет там Бэтмена посмотреть. Мы-то знаем, типа, там все штили, что я должна была билеты купить сразу с билетами на Бэтмена. Но там просто задержалась из-за того, что там было куча делала, и я не сразу смогла это все посмотреть. Но я была так счастлива посмотреть этого сраного Бэтмена. А потом мы сходили на Морбиуса. Да, да, да. О, мы вчера с тобой обсуждали, да, но Морбиус это... Ой, блин. В 2022-м, он, знаешь, в чем прикол? Он не то чтобы плохой. Он, типа, кринжовый, но он суперпростой. Он, типа, вот, ну, он, как бы, суперпростой. В 2022-м году не должно быть таких фильмов. Он как из 90-х, да. Да, типа, ты просто сидишь и смотришь, и в 90-е мне было бы просто, типа, вау. Особенно я мелкая была бы, знаешь, там, типа, посмотрела, и такая... Как будто люди, которые не видели... Фильма, в принципе. Да, да, да. Их, знаешь, они сидели в ковидном бункере, короче, снимали этот фильм, а потом они вышли, этот фильм вышел, когда они из ковидного бункера вышли, но они не успели ничего... Это так же, как про Томми Войзо и комнаты говорят, что, как, типа, человеку, Ланитянину объяснили, типа, как снимать фильмы, и он попытался снять. Как быть человеком. Да, да. Да, и он очень странный, потому что, знаешь, ты смотришь еще на эти безумные бюджеты фильмов, которые они дают Марвел, особенно... Ну, извините, Марвел — это Дисней, да, Дисней — это вообще монополия огромная там, и что тоже грустно, потому что там нету, знаешь, вот как раньше... Что было прикольно в старых фильмах Марвел, там были вот это, знаешь, фантазия очень много. Вспомни первых «Эксменов». От фильма к фильму они менялись каждый раз, и, типа, и там было видно, что люди пробовали разную, как вот сделать лучше, как показать способности, каких героев взять, и вот это все. И это было реально интересно. А сейчас всегда есть калька, всегда, которую ты всегда знаешь, как она будет. Вот, например, почему «Доктор Стрэндж» мне очень сильно нравится, потому что он реально отличается, несмотря на то, что это классический оригин героя, ты прекрасно знаешь, что там будет, типа, там, будет его драма, потом его становление суперсилами, потом, значит, что-то какие-то страдания с его девушкой, суперзлодей, концовка. Все, то есть, и сцена после титров. Сцена после титров — это вообще же то, что Марвел вел. Ну, да, да. И там, знаешь, был прекрасный недавно видос, где для людей, которые не фанаты комиксов, и вот это все, они ждут титры, там, со своим партнером, да, подругой или другом, и так далее. И в конце там кто-нибудь такой, типа, и кактет экран для них, это просто, это просто ру со мной так ходит, знаешь, и он говорит, типа, я каждый раз... Он еще не этот? Вообще не комикс. Реально? Да, он вообще не, он даже аниму не смотрит, я тебе больше скажу. Нифига себе. Да, это все удивляются. Он геймер, ну, мы с ним по играм очень, то есть, сходимся, то есть, у нас, причем у него игры очень сильно отличаются от тех, которые я люблю, вот, потому что он любит, знаешь, типа, супер-мега-стратегии, где половина геймплея — это тупо таблицы, и ты просто сидишь, и так, что, почему, у этого человека есть компьютер, а он сидит в Excel, вот. Он из тех, которые, наверное, это мы говорим про парню. Да, про моего партнера, ага. Текстовые квесты раньше были, помню. Да, 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 да. Не, ну, текстовые квесты, кстати, были прикольные вообще. Я не знаю, я не пробовал. Не пробовал, блин, они были классные. Я знаю, что они существуют. Они были классные. Вот, а про комиксы, вот, возвращаясь, что мне очень хочется верить, что они будут, знаешь, типа, все равно как-то со временем, может быть, люди смогут, ну, создатели фильма, выпускать что-то более интересное, более, более необычное. Знаешь, сейчас фильм вышел, который я не смотрела, даже который все еще в российский прокат был прокачан, Everything Everywhere and All At Once, по-моему, или что-то такое. Ты не смотрел его? Нет, я тоже, здесь-то его нет, я тоже хотел посмотреть, думал, я почему-то думал, что он на Netflix вышел или где-то, и такой вбил, думал, сейчас посмотрим, сказать, HD версию, а нет, только есть какие-то всратые экранки. А, ничего себе. Потому что мне тоже очень хочется посмотреть, и многие говорят прямо классные отзывы, потому что фильм, мне очень прикалывает, что этот фильм успели они все-таки в последний момент. А почему они, потому что его кто-то снял, кто не ушел, что ли? Нет, там ушли, там просто, там же все равно это договора, да, типа, насколько... Да, в смысле, он, типа, должен быть прокачан. Да, он, типа, там уже полностью, ну, когда подписываешь договор с паблишерами, да, у тебя есть условные... Я просто работаю в игровой индустрии и работала, и сейчас опять работаю, и, типа, я работала раньше с паблишерами, то есть мы, грубо говоря, выпускали игры на компьютер, да, что, типа, вот на российский рынок, иностранный так же. То есть есть проект, да, мы занимаемся полностью там рекламой, развитием, лендосом созданием и так далее, ведением игры. И когда ты покупаешь паблишинговые права, то там есть определенные все равно все сноски, как будет игра работать. То есть кто... права-то, да, понятно, у кого остаются, да, но есть все равно определенные условия, которые должны быть выполнены, иначе деньги должны будут быть возвращены. То есть, видимо, у создателей фильма был вариант. То, что вот эта вся история с тем, что, ой, мы уходим, потому что там всего 2% рынка, там не 2% рынка, давайте будем честны. И, типа, люди, просто, ну, ребят, которые сняли этот фильм, он еще не Марвел какой-нибудь условный, да, там, в DC, то есть если бы они отказались, они реально потеряли бы в бабках. Поэтому они его прокатили. То есть, ну, мне кажется, с точки зрения того, как вот работает в игровой индустрии, то есть... Наверное, да. Да, потому что сейчас вообще с игровой... Ты даже игры купить не можешь. Вообще никакие. Не взяться тоже все, и Steam по уходил все. Steam есть, но ты не можешь оплачивать. Нет, есть, там, знаешь, типа, есть какие... Уже нашли лазейки, как это все делать. А если ты купил уже, то ты можешь играть? Да, конечно. Тебя, нет, знаешь, там пришел этот злой гейб, и тогда он нет по-русски ударил. Я же не знаю, просто вдруг там, типа, аккаунт... Netflix же аккаунты все, все. А он опнул, да? Он просто чикнул их? Вот я не знаю. Да, все, просто ты не можешь смотреть, да. Если ты русский аккаунт? Да. Как хорошо, что я сидела не на официальном Netflix. Ну, у тебя кончилась подписка. А, и ты не можешь обновить ее. Ой, ну, на самом деле, вот эти все стриминговые штуки, мне еще очень прикололся. Слышал вот эту новость, что Netflix, у них упали очень сильно акции, причем какого-то просто безумного, причем вот так это произошло, как будто они какую-то дичь натворили. Но там предполагают, что Netflix же поднял цену на подписку на ежемесячную, а смысл уже в том, что все вот эти стриминговые штуки поднялись, когда был ковид. То есть там же все эти HBO Max, Hulu, Disney+, Netflix, вот эта вся, Amazon, вот эта вся дичь, она же поднялась, когда был ковид. И, собственно, люди покупали, потому что они куда не могут пойти. Ты вспомнишь, в Штатах еще какая жуть была, там же просто там был какой-то нереально огромный процент смертей, и все сидели дома. И потом, вместо того, чтобы придумать новые системы, того, как это все делать, Netflix решает просто поднять цену. И, понятное дело, что привыкли к заработкам хорошим. Ну, конечно, да. Ты же знаешь, что Netflix это изначально был сервис просто кассет. DVD они посылали по почте. Да, и кассеты DVD. Я просто офигела, потому что это так интересно, как в голову пришло отправлять по почте диски. Ну, то есть я... В Америке это нормально. Да? Да, там же все по почте работает. Там до сих пор в журналах лежит бумажка, типа, если вы хотите подписаться, заполните и отправьте по почте. Серьезно? Да, там это все до сих пор... Там очень медленно это все развивается. Там даже есть DVD-прокаты до сих пор. Не, ну, DVD-прокаты, это понятно. У них, знаешь, есть какой-то вот культурный код какой-то, знаешь, любовь к 80-м и 90-м. Это же одна из самых таких популярных тем у них. Там просто на самом деле не из-за этого, из-за того, что там не посмотреть какие-то фильмы старые, старые, необычные, которых нету на стримингах, ты их очень трудно достать, в принципе. И ты, то есть, я же общался там, вот у меня жена бывшая, училась в киноинституте. И там никто не смотрел никаких фильмов, потому что, в принципе, их негде посмотреть. Ты либо идешь какой-нибудь в прокат, где есть какое-то старое кино, либо покупаешь в магазине в каком-нибудь крутом, но не во всех городах есть. Ничего себе. Магазины с кучей старых фильмов. Такого, знаешь, как у нас зайти в контакт, набрать любой фильм там 70-го, 60-го года, такого вообще нет. Ничего себе, так интересно, потому что... И торрентом никто не пользуется, не знает. Ну, ну, потому что у них это нелегально. Ну, да, да. У них это нелегально, то есть, и поэтому ты с торрентом можешь присесть там на очко, на бутылочку, как конкретно. Да, да, мне тоже присылали. Я когда приехал, первым делом такой, ну, что-то по торрентам скачиваю. Вот, на следующий день приходит письмо по почте, типа... По почте именно? Не-не-не, по e-mail. Я просто думала, у тебя почтальон, знаешь, сразу. По-моему, по e-mail, да, по-моему, по e-mail, что, типа, мы тут уследили за тобой. А, потому что это от провайдера пришло. Ага. Вот, типа, не скачивай больше, а то там в следующий раз, да. Я такой, я тоже испугался, потом научился качать. Да? Да, просто... Через VPN? Не-не-не, просто качаешь, вот он скачивается и сразу вырубаешь... А, раздачь, чтобы не было? Да, удаляешь торрент, удаляешь... Ну, выходишь из программы, все, так никто не посекает. То есть он за какие-то там считанные минуты, а интернет быстрый, там, нормальный, вот, и успеваешь скачать. Ничего себе, это вообще... Потому что у меня так же, когда я в Англии, ну, когда я в Англии жила некоторое время, у меня был прикол, что я приехала, и у меня iPod был старый, знаешь, этот 80 гигабайт, вот этот... Он еще старый был, там была такая итерация, где ты, когда включаешь его, этот iPod, то у него как будто диск внутри крутится, знаешь, прям совсем старая такая вот коробка была. Очень его любила, и я приезжаю, а у меня там, знаешь, типа около 10 или 15 тысяч песен. И я, кроме с кем-то, я там в школе вот этой сижу, куда я там, ну, обучалась же там, и ко мне приходят, такие, ой, типа, у тебя iPod, я говорю, да, да, они такие, а сколько у тебя там песен хранится? Я называю число, они такие, ты, типа, ты, типа, богатая очень, да? Я говорю, да нет, типа, я скачала, они такие, боже, никому не говори, что ты это скачала, потому что там реально можно, ну, типа, конкретно так получить за права, и я очень много думаю о том, что вот сейчас условно, да, там все стали слушать вот эти программы, да, у нас есть с музыкой, там, Spotify, Яндекс, Apple Music, вот это все, и там уже есть права, и ты можешь в кэше добавить это все. А раньше как они слушали музыку? На дисках? На дисках? Ну, да. Ну, даже когда iPod появились. Ну, покупали. Да, да, да. И это просто для меня безумие. Я помню, что в Apple'е, в App Store'е можно было, там, вот, когда выходит новый трек, да, и там мне всегда предлагал, даже можно было купить по одной песне, то есть вот это еще ладно. Да, да, да. Потому что вот покупать сразу, знаешь, типа, целый альбом, просто потому что, типа, они будут сильно переживать, что ты там права, как ты их скачал. Это, это да, это... Я покупал только тех, кто, кому прям я сам хотел бы денежку занести, типа, поддержать. У меня с играми так. Типа, скачиваешь сначала, играешь, понимаешь, что игра классная и покупаешь ее. Ну, да, да, да. Но цены на игры, это, извините меня, особенно PlayStation. Хотя я вот тут походила, носом поводила PlayStation, то, что когда вот сейчас привезут, я просто думаю о том, что, господи, я смогу нормально поиграть, потому что у них цены очень адекватные. Потому что у них все равно... На игры, да. Да. Ну, Sony индексирует цену же, да, и, типа, в России она почему-то как-то странно... Ну, вернее, раньше индексировалась, а сейчас же курс очень плохой. И поэтому ты смотришь на цену на игру и такой, я никогда в жизни больше не буду играть в игры. Спасибо, я играл. А торренты сейчас, ну, типа, очень многие игры стали делать с защитой, которую ты не можешь ломать сразу. Очень долго таблетка не разрабатывается для того, чтобы делать пиратское, да. Но пираты, это все равно, ну, понимаешь, это все равно порезанная игра может быть, особенно если там есть какие-нибудь онлайн-сервисы, там, поиграть с друзьями, например, да. Или если игра мультиплеерная, ты не сможешь играть, если скачаешь на торренте. Логично. Ну, в принципе, мне нравилась даже эта система, когда торренты были, что... Ну, про игры не знаю, но вот как с кино. Типа, если тебе очень хочется посмотреть, ты либо в кино идешь за деньги, либо смотришь экранку, но она точно будет плохая, и ты никакого удовольствия не получишь. То есть, если ты реально хочешь посмотреть фильм, который тебе хочется посмотреть, который в кинотеатре красиво будет выглядеть, то тебе не жалко заплатить там. Да, вообще никак. У тебя не очень много денег, там, 300-500 рублей за билет. Мне, в принципе, нравилась эта история. Ну, мне кажется, это довольно адекватно в плане, как бы, всем честно, короче, более-менее. Ну, это да, это так, но, тем не менее, ну, как бы, я вообще очень за то, чтобы, знаешь, типа, смотреть фильмы в кино, там, которые тебе нравятся и все такое, но классно, когда появились стриминги, потому что... Не, ну, со стриминга это вообще, да, стало. Когда кино, ты не всегда можешь попасть на наш, типа, нормально посмотреть, потому что ты приходишь, а там толпа детей. Потому что я же люблю, там, мультики или фильмы про супергероев, да, и я просто прихожу, и там толпа детей. И, типа, ничего не имею против детей, но они орут. Или гопники какие-нибудь. Или гопники, да. Вот мы часто попадали, на какой-то кто-нибудь свида базарит, там, да, ну, да, такое, знаешь. Ну, мы просто в каких-нибудь торговых центрах еще ходили раньше? Ну, я тоже. Да, там обычно какие-то, ну, короче, да. Я тоже, ну, и, типа, там вот, да, у меня дети были, но гопники тоже, знаешь, которые болтают очень много, которые вот эти хрустят этим пупкорном так стошно, что ты просто сидишь, и ты не слышишь половины всего, что... И, вот, знаешь, я еще в начале, когда идут трейлеры, я очень люблю трейлеры, но с другой стороны, я считаю, что каждый вправе разговаривать, когда в трейлеры, потому что это еще реклама в фильме начался, какая разница, типа, каждому это. Ну, и вот я жду, и потом, я думаю, сейчас закончат трейлер, они заткнутся. И ты такой думаешь, нет, все три часа фильма ты слушаешь этот гребаный попкорн, это гребанное пиво, которое они пьют, и, вот, короче, это прямо очень тяжелое. Ну, да, это вот плюсы компуктерных игр. Выграешь в свою компуктерную игру и кайфуешь вообще. А по аниме или аниме? Про аниме? Да. Ой, а любимое мое аниме – это Тенген Топа Гуренлаган. О, мой тоже. Да, это самый лучший вообще мульт, который я смотрела. Мне он очень сильно нравится, мне очень сильно нравится там идея, концовка разорвала мне сердце абсолютно, но… Мне нравится, что они дошли до того, что галактиками кидают. Да, 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 ты просто в тот момент, когда ты говоришь, они не могут сделать еще большего бреда. Эти роботы с галактиками начинают это. И мне еще очень нравится там рисовка, она очень необычная. Мне очень нравится, что у них дизайны такие, знаешь, роботов странные. Типа, вот эта голова с короткими ногами, да, и что они против этих, господи, животных людей, короче. Потому что там это зверолюди были, и они тоже были классные. И что сериал еще поделили на две части, типа на маленького Симона, да, и на взрослого Симона. И мне было очень интересно смотреть на них взрослевшими. И там были такие классные вопросы поднятые, вот, про как приносить жертву, да, чтобы спасти большинство, да, там, типа, какие выборы. И когда они еще все жертвовать другом начали, вот, в конце, ты просто такой… Ты смотрел же, выходил полнометражный фильм «Гурнлаган», ну, аниме. Там, короче, они сделали, вместо сериала они сделали два фильма, которые тоже делятся на первую часть. В смысле, то же самое все? Ну, смотри, там примерно то же самое. То есть, ну, лучше рисовка, да, там, типа… А, переделанный. Переделанный, да, да, да. Сюжет такой же? Сюжет такой же, да, но они изменили некоторые ключевые моменты. Да, посмотри. Потому что в конце там, вот, не буду тебе говорить про вторую часть, там просто увидишь, что когда все там начинают умирать, там кое-что другое сделали. И там интереснее это все работает, потому что, знаешь, такое чувство было, что они просто решили как-то помягче быть со своими фанатами, но, тем не менее, все равно там жесть была. И там есть абсолютно божественный момент в конце, когда вот роботы начинают фигачиться. Я не помню, есть ли это в сериале, когда Симона выскакивает из робота, и Симон, нарисованный как скетчем, начинает драться с этим, с чуваком, который антиспиральщик. Не помнишь? Ну, короче, вот в фильме этот момент есть, он выглядит абсолютно, значит, там такая рисовка, они так вот, типа, мигают немножко вот эти, он как будто этим написано, нарисован, господи, углем, знаешь, как бы слегка. Да, и очень классно, и там еще, знаешь, тишина полная, и только удары слышны, там прям очень красиво, и с точки зрения, как нарисовано, дизайна, стиля и так далее, вот. В принципе, я аниму вообще смотрю очень давно, и очень много всего смотрела, но у меня всегда было, знаешь, типа, желание не смотреть все, что выходит, а вот именно, что интересное, мне кажется. То есть, я знала очень много тайтлов, но мне никогда не было там интересно смотреть их все, но вот я помню, как я смотрела, например, Code Geass, просто одна из лучших работ, которую я смотрела. Я не очень много сам смотрел, я люблю... А какие ты смотрела, ты скажи? Ну, я много смотрел, но я люблю вот именно то, что я отрываю как-то эти алмазы, так скажем. Ну, да, да, да. Ну, мой до Гуренлаган, наверное, больше всего долго времени мне нравился Фури Кури. О, Фури Кури, это да. Ну, понятно, почему тебе понравился Гуренлаган, потому что это такой, знаешь... Ну, и вся эта студия Триггер, они все крутые мультики, их мультики. Правда, ты не заметил, что Триггер пытается создать очередной Гуренлаган просто каждый раз после Гуренлагана? Ну, да, да. Я вот смотрел новый, недавно вышел, что и Франкс. А, Франкс, ты, а помнишь этот... Промар? Промар, да, ну, что-то да. Все то же самое. Да, даже персонажи такие же, можно сказать. Ну, Дарлинг, Франкс, это вообще, знаешь, ты такой сидишь. Я его даже не досмотрел. Остановитесь, пожалуйста, я сойду. Потому что было ощущение, как будто они полностью, знаешь, такие, Евангелион, слышали? Евангелион на сперматоксикозе. Да, да, да. Абсолютно, потому что там и так Евангелион был на сперматоксикозе. Ты помнишь эту сцену, где Синдзи дрочит на Аску, и ты просто... Я помню, я маленькая была, и я не сразу выкупила, что происходит. А у меня постарше такая... О, да ладно? Я даже взрослый смотрел, когда не выкупил сразу, потому что такое, этого не может быть. Типа, надо пересмотреть, правда? А ты смотрела ребилды Евангелиона? Не, не, не смотрела. Я вот смотрела, там же у них был последний ребилд, выходил 6 лет. Типа, выпустили первые два, три, два фильма, по-моему. И потом третий, я ждала, я еще встречалась со своей самой первой девушкой, блин. Я начала, я такая, господи, там Евангелион выходит, я типа хочу. То есть, 8 лет мы ждали. 8 лет где-то, где-то так. И я просто так хотела его посмотреть, они наконец выпустили, и ты чувствуешь себя очень странно от этого. Потому что там, знаешь, такая вот это переосмысление Евангелиона. Именно последняя часть? Да, да, именно самая последняя. Нет, там все странные, потому что они все, знаешь, там первый полнометражный фильм, там он рассказывает прям сюжет сериала. И помнишь, там в сериале есть момент, где типа Ева выходит из вот этого, она типа может апокалипсис устроить. И в сериале она не устраивает апокалипсис в середине сериала, а в фильме она устраивает апокалипсис. И там вот идет продолжение сюжета про этот апокалипсис. Но Евангелеон мне очень нравится с точки зрения анимации и, в принципе, культуры создания анимации, потому что это чувак, который был в глубочайшей депрессии, абсолютно глубочайшей, у которого бюджеты начали заканчиваться в какой-то момент, и там был такой производственный ад, и который подарил то, что, значит, стало на слуху у всех. И моё любимое, это когда у Хидаки Ана берут интервью, и его спрашивают, а вот какую вы религию, типа, используете, что вы там это, там вот это кресты, и каббалистика, вот эта вся дичь, а он такой, типа, так кресты красивые же, мне просто понравилось. Я типа, там же, помнишь, эти разгадки, везде там пытаются понять почему-то это всё, вот, он просто, да блин, ну чё, там же просто кресты классные и красивые, чё вы, чё вы пристали ко мне? Вот, и да, Евангелион на меня тоже повлиял, а, когда ещё был Энд Евангелион, помнишь, это полнометражка, которая после сериала вышла, я её только на ютюбе, я помню, я ждала своего репетитора по французскому языку и досматривала это быстрее-быстрее, и там вот этот момент, где два ребёнка становятся огромного размера и начинают ебаться. Чё-то я не помню, если честно, я... Если ты не помню, я тебе рекомендую пересмотреть. Да, а может, я и не смотрел, подожди, это отдельный, да? Да-да-да, это Энд Евангелион, это который вышел, вот, никогда вот эти ребилды современные, да, это вышло... Я, знаешь, я долго не мог понять, я посмотрел основной, а потом я долго не мог понять, что дальше там смотреть, и... Так уж, может, я и не понял, или не то смотрел. Может, и не то, что смотрел, ну, слушай, зато ты Фури Кури смотрел, несмотря на то, что очень много на слуху многих, и ФлСейл на слуху, но не так много-то смотрели их. Ну, ты помнишь, блин, там целый эпизод есть полностью из комикса вообще собранный? Да-да-да, он вообще крутой, во всяк смыслах. Музыка там классная ещё. Ещё из последних, ну, как последних, вот из таких же, мне понравился Килл Лакил. О, ну, Килл Лакил классный. Да. Хотя это опять же... Ну, он такой попроще, конечно, немножко, он, наверное, на третьем месте у меня, после Гуренлагана и Фури Кури. Фури Кури. Но Килл Лакил все равно прикольно. Мне, типа, понравилась идея, и мне очень там рисовка нравится. Да, мне тоже. Я только вообще-то на это смотрю. Я не могу смотреть тайтлы ужасно, где нарисовано плохо всё. И так же комиксы не могу читать, которые плохо нарисованы. Ну, кстати, знаешь, это всегда очень печально, когда про твоего любимого героя, например, почему-то DC или Marvel считают, что нужно пригласить художника, который анатомию видел, я не знаю, в аду, наверное. И просто, и там ты смотришь на некоторую рисовку и думаешь, почему, почему, как, почему этого человека заплатили деньги, а не мне, я могу лучше нарисовать, ребят. Ну, типа, и ты смотришь, и это часто такая штука, мне иногда кажется, что они, знаешь, типа, просто дают работу художникам, да, типа, чтобы поддерживать художников. Вот мне реально иногда такое чувство. Нет, там знаешь, почему, там очень сроки важно. Там говорят, что нужно сдать страницу в какие-то сроки, неважно, как ты её нарисуешь, неважно, как вообще. И качество менее важно, чем сроки, чтобы комиксы выходили всё время. Ой, ну это всё равно такая... Так же, я думаю, со сценариями. Со сценариями это абсолютно то, что вот это сценаристское ад, да, который сейчас у нас, ну, ты смотришь, реально, как будто нет хороших сценариев. Потому что столько творческих, крутых людей, которые придумывают очень классные концепты, да, и ты слушаешь... И оригинальных идеях, в принципе, да. Ну, а ты вот, знаешь, тебя слушаешь в интернете, смотришь ребят, которые прописывают там свои сценарии, и знаешь, да, господи, зайти на фанфики почитать, и ты иногда читаешь фанфики и думаешь, вот это да, вот это классно. Классный сюжет, вот это, блин, классно написано. Почему снимают не тебя, а снимают какой-нибудь условный сюжет про то, что опять там мальчик полюбил девочку и спас её от страшного монстра. Вот, и это вот всегда... Слушай, а, кстати, насчёт фанфиков и прочего, ты насчёт всякого эротического искусства. Ты же тоже, наверное, ты про вчера на лекции говорила про комикс «Сан Стоун», это был? «Сан Стоун», да, это был «Сан Стоун», это мой любимый комикс был про BDSM. А вообще, кстати, вот про BDSM, оно как-то, кроме 50 оттенков ужасных в Саратове, понятно, но как-то где-то представлено нормально? Нет, я ни одной знаю. Вот реально, у меня вот сколько, ну ты можешь понять, сколько я потребляю контента по этой теме, да, и нету ни одного комикса, книги, да, фильма, где это показано, ну, хотя бы как-то раскрыто, интересно, да, где-то можешь сказать о том, что да, вот посмотрите вот это, вам будет это прикольно и любопытно, и это большая проблема, потому что я не могу даже сказать, вы можете, у меня девушка вчера спросила на лекции, типа, а что вы можете посоветовать, типа, прям почитать там научные работы? Статистика, исключительно статистика, даже научных мало. Даже научных мало, очень мало, потому что, нет, много, но по старым, знаешь, вот этим канонам, которые были, ну, типа, отношения было определенного порядка, и эти работы тоже их читаешь, и думаешь, господи, боже мой, зачем вы это делаете? Ну, типа, где это все девиациями считается. Ну, да, 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 и, короче, вот, возвращаясь про комиксы и книги и так далее, вот, есть некоторые там фанатские комиксы, и внезапно, где это прикольно представлено, корейская манхва. Манхва? Это как манга на японцев, а есть корейская, это называется манхва у них. Я даже не знал. Да, и корейская манхва, которая, ты прям, ну, ты можешь представить, насколько шуминистическое государство, Корея, да, то есть там очень сильно, у женщин там вообще запретов просто тонны, и внезапно я нашла там несколько комиксов, манхв, именно, которые реально классные, особенно из моих любимых, одна это Es Flower, Sadistic Flower, которая внезапно расшифровывается, а я просто как Es Flower читала, я не знала, что это, и там, короче, была тема, ну, там про девушку, которая верхняя, и у которой там, типа, знаешь, ее мальчики, и вот это все, и они все ей нижние, и я просто такая, господи, мой идеальный мир, просто все мужчины сразу знают свое место, вот, и там все персонажи, и самое классное, что, знаешь, там совершенно не сексуализированы они вообще, то есть там Es Flower называется, что девушка очень сильно хотела создать бренд белья свой в большом городе, и она провалилась с этим, и она вернулась домой, и у нее есть магазинчик семейный этих цветов, которые вот ей родители сказали, типа, ну, возвращайся, у тебя всегда есть работа, ну, вести этот магазин, и она возвращается, собственно, абсолютно убитая вот этой историей, да, потому что, и там, короче, сюжет, значит, закручивается на одном событии, которое происходит, она приехала, ее встречает подруга, они напиваются, и подруга ей дарит вибратор, и потом почему-то вот эта главная героиня оказывается в туалете, в туалете оказывается еще какой-то мальчик, и она его, типа, трахает там, прямо вибратором, но она не помнит кого, и там на протяжении всего этого комикса, там не об этом основной сюжет, но вот это красной нитью, знаешь, история, что никто не может вспомнить, потому что парень тоже не помнит, То есть ты тоже был бухой. Прикольно. Слушай, а ты сама не думала что-нибудь написать или сделать такое? Ты же рисуешь, ты же меня рисует, кстати, очень прикольно. Спасибо. И мне хотелось, я рисовала раскадровки, я рисовала комиксы, когда у меня было побольше времени, у меня целый был сценарий, опять же, про супергероев. У меня был сценарий, знаешь… Типа БДСМ? Нет, 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 просто БДСМ ещё, я была младше, в универе уже была, и там у меня был полностью написан сценарий про персонажа в мире, где, знаешь, все супергерои, все-все-все-все, кроме этого Долбоящера. И там просто было прикольно, потому что там… Моя Геройская Академия. Вот. И когда вышла Моя Геройская Академия, у меня просто, знаешь, типа… А моя бывшая знала весь этот сюжет, и она мне рассказывает, когда она начала смотреть «Бог, ну, херу Академию», и она такая, типа, ну ты вот смотрела, а я так нет ещё. Она такая, ну, смотрите, мне понравится. Вот. Но там было, знаешь, типа, в Моей Геройской Академии, там немножко… мне не очень нравится, как сделали, что… и он же тоже, мангака, хотел его сделать без способностей, главного героя. В смысле? На протяжении всего? Да, да. То есть там по-другому должен был сюжет развиваться. Но потом он пошёл по более простому сюжету для Сёнэна, типа, что ему будет сложнее, но он, типа, всё такой же супер-мега-крутой. Вот. А там у меня было, что… про концепт того, кто такие герои, потому что, условно, что такое герой, который может, там, я не знаю, силой мысли, только открывать кока-кольные банки. Ага. Просто там столько способностей, они все уникальны, а там также семь миллиардов человек. Да. И ты можешь понять, что, типа, когда они получают способность, да, то есть… или, там, красить стены одним цветом на расстоянии, да, и там, типа, вопрос, что такое герой и почему, типа, для него, может быть, это как раз уникальная способность, что у него нет способностей, то есть он по-другому просто на это всё смотрит. Ага. И когда выходит моя «Бок-ну-хер-академия», это было просто, типа, просто идите в жопу. Это уже везде где-то было. Ну, отвечая на этот вопрос, да, мне, конечно, хотелось бы, но это же всегда, знаешь, вопрос времени и усидчивости очень сильно. Потому что у меня есть проблема в том, что я быстро остываю к своим героям. Вот, знаешь, типа, очень важно любить героя. Вот когда я читаю разных художников, у них всегда есть этот ОЦ, оригинал-карактер, которого они рисуют, и которого они любят, прям вот любят-любят. И у меня были такие, но они всегда, знаешь, очень коротко жили в моей голове. И это вот вечная проблема, потому что если бы я могла вот этого какого-нибудь оригинал-карактера прямо оставить для себя вот любить, то я бы могла что-то такое нарисовать. Про БДСМ, без разницы, где угодно. Вот, но мне на самом деле очень грустно, что вот с эротическими комиксами про БДСМ, особенно Фэмдом, этого, ну, Корея. И то, что вот Эс Флауэр есть. Откуда не ждали. И Садистик Бьюти еще, собственно, мой ник в Телеграме. Это вот Садистик Бьюти, это был первый комикс, который я нашла. Ага. Причем там самое классное, что мне что больше всего нравится. В корейском манхве, вот знаешь, ты мангу открываешь, и там смотришь на этого столба, метр восемьдесят роста. Там, я не знаю, Токихиро, тринадцать лет. И ты такой, чего? Типа, и очень сложно переживать. А там все персонажи взрослые. Все, типа, идеальные или что? Не, ну типа, что они мелкие. А, мелкие. Типа, там все истории школьников. Ага. Все истории школьников. Просто абсолютно. И типа, или восемнадцатилеток максимум, чтобы если были около более-менее эротические истории. Вот. Ты вспомни, Бокунохиро Академию, посмотри на всех этих лбов. Им там пятнадцать. Семь. Да? И это вечная такая проблема. А в корейской манхве они все взрослые. И вот это мне особенно понравилось, потому что, знаешь, в Sadistic Beauty тоже сюжет, там, типа, девушка, которая пишет книги. Типа, и там вот у нее с фэмдом вот эта история. И она, и причем там нету, знаешь, этого вопроса, о, господи, там, типа, у главных героинь, что я ненормальная. Нет, они говорят, да, я ненормальная. Типа, да, мне вот этот концепт. И ты просто читаешь и кайфуешь от этого, потому что… И причем обе манхвы закончены. Угу. Причем Sadistic Beauty у нас на русском переводили, выкладывали в ВК, а за Esflower я платила на сайте, чтобы читать. Ну, знаешь, что эти сайты, куда вот это Webtoon выкладывают? Да-да-да, знаю. Да, и вот… Мои тоже там комиксы есть. Ну вот. Ну, можно же не просто рисовать там или что-то, а просто писать, типа, заметки какие-то или что-то такое. Слушай, ну, ты вспомнишь, что я веду блог, где я пишу просто… Ну, я имею в виду именно как историю. То из-за того, что тебе трудно персонажа привязаться Ну, да-да, из-за того, что мне сложно привязаться к персонажу, мне не хочется об этом писать, потому что… А если на своих историях… Вот блог у тебя, да? Ну… Тебе не надо отдельно что-то придумывать. Ну, мне как бы не надо ничего отдельно придумывать, и поэтому я просто делюсь блоги, и мне хватает этого. То есть, да, там меня рисовали тоже, и я рисовала своих сюжетов, всякие штуки, и типа всегда… Ну, я часто там выкладываю истории именно, знаешь, фантазии условно, да. То есть, когда мы говорим не про то, что я там проводила сессию, а именно вот про что ты вряд ли сможешь даже реализовать, и это получается уже история какая-то, рассказ. И поэтому… И плюс люди любят фантазии. Угу. И это прикольно делиться, потому что так ты лучше узнаешь человека, и плюс ты знаешь, что фантазия – это всегда фантазия, какая бы она жуткая ни была. Слушай, мне знаешь, что интересно? Ты вот вчера тоже на лекции рассказала, что много есть всяких подвидов… Ну, я знал, это же всякие там… Брэд Теймер, там… Динамики, короче. Да-да-да, виды динамиков. Динамик… 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 Динамиков… Да, динамиков тоже много. Ну, есть только что там динамические… Да-да-да. Ну, короче, да. Мне вот это интересно было, потому что я не знаю… Ты, наверное, на Фетлайфе есть на сайте. Да, конечно, да-да. Просто я тут как-то зашёл, решил посмотреть, что там… И там столько список. Я такой, а половину не знаю, что даже… Да-да-да. Да-да-да. Вот. Про это… Потом ещё… Про то, что… Как ты… Доминатрикс вообще нормально на название относишься? Да, абсолютно нормально. Или тебе больше нравится верхнее? Нет-нет, абсолютно. Ну, типа, смотри, Доминатрикс – это просто понятие того, что это девушка, которая предоставляет услугу верхнюю. То есть, да, Доминатрикс – это тот, кто, типа, работает. Я верхняя, то есть, условно, да, потому что… Просто это как по-русски больше. Ну, да-да-да-да. Это больше так. То есть, мне и то слово абсолютно комфортно, я просто тебе объясняю, как это скорее будет звучать. Вот хотел ещё, как бы, что разные… тоже Доминатрикс все разные. Зависит очень от личности, да, получается. Конечно. И что, как бы, для людей, для обычных, это всегда супершаблонный какой-то стереотип, мне кажется. Да-да. Но, на самом деле, это ведь куча разных вариаций, и, как бы, может, допустим, тебе одна Доминатрикс не подходить, а другая очень подходить, даже если ты не в курсе. Ну, смотри, там… Да, конечно. Там такая тема, что очень… ну, вот, как ты правильно говоришь, что у всех есть какое-то шаблонное мышление, да, и шаблонное… шаблонное понятие того, кто такая, там, условно, Доминатрикс или верхняя, да. И поэтому многие мужчины, которые просто приходят, там, например, начинают искать себе… ну, вот, такие подумали о том, что, блин, вот я, короче, созрел, хочу себе найти Доминатрикс, просто заплатить ей денежку, да, и чтобы мне показали, что такое БДСМ. И вот он находит какую-нибудь, там, я не знаю, госпожу Варвару, да, и приходит, значит, к ней и рассказывает о том, что, ну, вот, я просто хочу, там, слегка, там, прищепки на соски, да, и чтобы меня отстро поняли. Ну, самое распространенное пожелание у всех этих мужиков. А госпожа Варвара говорит, нет, я буду пиздить по яйцам. А это было написано у нее, знаешь, типа, там, условно, я, там, буду обслуживать только тех чуваков, которые мне дадут отменить их по яйцам. Конечно, это невозможно, потому что иначе надо денег не будет зарабатывать, но это я просто рассказываю о том, что, когда мы говорим про верхних… Мало, мало кто хочет. Болбастинг вообще очень многих пугает, и очень мало того, кто может… Не пугает, я даже не могу это смотреть, что мне стало. Очень мало кто может делать это правильно, потому что многие забывают, что если не обвязать веревкой яйца, например, и ударить сильно, то может произойти завороток яиц. Завороток яиц, знаешь, вот завороток яиц может быть. Вот. Ну, слабо-то понятно, можно, да, но когда ты смотришь, когда они херачат ногой вот так, и ты думаешь, ё-моё, типа, у меня вообще от этих видосов… Ок, я смотрела вообще это жуть, но я прям чувствую, как у него позвоночник по одному в трусы проваливаться начинает, когда ты на это смотришь. Вот, и да, возвращаясь к твоему вопросу про то, что все очень сильно разные, то есть, например, кто-то садистка, да, там, кому-то нравится именно иерархическая игра, да, кто-то любит пэтплей, например, вот это именно, переодевать в животинку, играть, типа, дрессировать, да, причём пэтплей тоже может быть очень сильно различным. И это всё верхнее. Да, это всё верхнее. Это вот я говорю именно про, условно, там, отдающих, да, типа, партнёров, потому что, там, например, садист может быть вообще не верхним. Садистка, да, там, например, она может просто, ей хочется, знаешь, там, просто какую-то жесть пробовать на партнёре, но для неё вообще не важно, чтобы он её там называл госпожой, хозяйкой, да, там, типа, как… Типа, просто давай попробуем вот это. Ну, вот, как, знаешь, типа, вот, тупо два человека петятся, да, вот, петинг у них происходит, вот, они же там не начинают от того, что вот и мой господин, да, там, типа, они тупо ласкают друга, им прикольно. И вот то же самое, то есть получается равный секс, то есть равная практика. Просто садизм – это, типа, на боли. Ну, на боли, да. Ну, понятное дело, что все вот эти штуки, которые ты назвал, и то, что ты на фэтлайфе видел, блин, они все могут варьироваться, совмещаться, понимаешь, меняться. То есть нет такого, что ты, знаешь, такой пришёл, тебе такие, ну, ты, значит, наклеечку, ты садист, и ты такой, я всю жизнь садист, всё, я пошёл такой, типа, блядь. Нет, понятное дело, что нет, у тебя будет… Сексуальность очень сильно лобильна, она очень сильно подвижна, она у нас на протяжении всей нашей жизни подвижна, И типа, когда мы говорим про то, что, там, тебе нравится сейчас очень сильно, там, я не знаю, девушки в розовом белье, например, да, ну, типа, вот прям фетиш тебе такой вот, прям так заходит, это не значит, что завтра ты не проснёшься и не поймёшь, что ты хочешь девушек в жёлтом. Вообще никак. И, ну, да, всё равно есть какие-то условные устои, да, то есть, например, как у меня с верхней частью, я всегда вот всё равно такая ведущая, ну, у меня это очень много ещё роляет мой характер, и мои, вот, знаешь, фантазии очень развитые, мне просто хочется это фантазировать, пробовать и это, но всё равно мой фэмдом, моя верхняя составляющая, она тоже видоизменяется на протяжении жизни, я это чувствую. То есть, например, когда-то я была вообще мягкой, вообще, ой, я вообще была мягкой, прям мягкой-мягкой. В смысле, когда уже ты начала практику какую-то? Да, 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 когда я начала практику, то есть, мне хотелось просто, знаешь, у меня всегда была феминизация, феминизация – это когда ты партнёра мужского пола превращаешь типа в девочку, там есть частичная феминизация, есть полная феминизация, и, собственно, мне вот хотелось феминизации, знаешь, там, ну, стропон, да, и просто там, ну, чуть-чуть верёвочек, и всё, это всё, о чём мне хотелось. Потом у меня, знаешь, я просто просыпаюсь и такая, я хочу жести. прям вот прям жести прям вот хочется чем жестче будет чем грязнее более мерзотнее это будет прекрасно а это не потому что те как бы приелось может быть или этот какая-то эволюция или что это почему так или просто как-то созрела или ты поняла что типа ты немножко себя как сказать сдерживала ограничивала ну я в принципе себя очень во многом ограничиваю потому что например вот ру да вот мой основной партнер с которым уже семь лет вместе этот человек для меня который вот это это единственный человек фактически практически чего нет я буду терпеть то есть как бы вот когда мы говорим об этом да вот когда мы приходим на вечеринке вот вспомни да там то есть проживка когда типа ты говоришь давай что-то это сделал он говорит нет ему это не нравится например да вот например такая руки ему не нравится иглы да вот это один из моих больших фетишей его не нравится и он пробовал со мной меня типа и сказал о том что это ваще не его joy вот просто никак вообще ему не вставляет и И, типа, с одной стороны, я спокойно могла продавить, да, типа, как-то попробовать поиграть, но в то же время какой кайф я получу, ну, продавлю от человека, да, и, типа, у меня же нет никакого запрета на других партнеров. И поэтому я могу спокойно приходить и пробовать с другими партнерами, которые придут и ко мне такие, да, кали меня на кольщик, знаешь, вот это все. Типа, ко мне приходил там чувак, который в первый раз попробовал иглы, и у меня там что-то ему вот так вот по всей руке вот профигачило, и он такой страшнее выглядел реально, типа, ну, было прикольно от того, что мне классно. Вот, но это всегда такая игра в то, что ты должен понимать, что, типа, есть границы, и есть то, на что ты готов пойти ради какого-либо человека. Потому что, когда мы знакомимся, да, и очень часто люди не обсуждают сразу свои фетиши, например, когда начинают сходиться, да, вот, например, там, понравилась девушка или парень, да, ты начинаешь общаться, такой, о, типа, классно-классно, вы уже подстречались какое-то время, вот, вот, даже позанимались сексом, у вас все было прикольно, но ты понимаешь, что у тебя есть такая, знаешь, прямо urge, да, вот, чтобы что-то ей или ему рассказать и показать, потому что тебе это важно, но ты стеснялся очень сильно. А у ПДСМ, а, ну, и ты сталкиваешься с тем, что, знаешь, там, типа, ей, например, это будет странно, или ты очень будешь переживать, и это будет ей казаться извращенным. А у ПДСМ ты сразу приходишь, вот, когда ты знакомишься с партнером, и говоришь, вот тебе списочек дорогой, что тебе надо, что тебе нравится, и он начинает тебе отвечать, и там, знаешь, всегда есть, что ты готов, ну, то есть цену и ценность всегда взвешиваешь, то есть, там, и всегда есть какой-то основной фетиш, например, который ты сейчас хочешь реализовать, если человеку не подходит, то ты, ну, задумываешься, может, тебе он просто очень сильно нравится, как человек, ты хочешь с ним продолжить какое-то общение, а может, нет, и, то есть, всегда такая штука, и Ру, как бы, реализует очень много других моих фетишей, да, и поэтому там про болевые практики я не особо выступаю. Ну, у тебя другие люди для этого есть? Ну, да, да, у меня всегда есть, в Москве вообще рава была. А это всегда открытые отношения должны быть, или, ну, в смысле, я, понятно, что не всегда, но это лучше работает, когда открытые отношения? Знаешь, во-первых, знаешь, типа, define открытые отношения, типа, что такое открытые отношения? Потому что есть же полиамория, есть полигамия, например, условно, да? Ну, я не про полиаморию и полигамию, я про открытые, ну, в смысле, когда разрешают друг другу взаимодействовать с другими сексуальными. Ну, смотри, тема – это не всегда секс, во-первых. Да, да, я понимаю. И вот я сейчас тебе скажу просто на твой вопрос, смотри, у меня есть друг близкий, который верхний, и который женат, серьезно работой работает, такой весь из себя очень положительный молодой человек, и смысл в том, что его жена совершенно не воспринимает никакие тематические взаимодействия с ним, или вообще с кем угодно, то есть, и, понятное дело, они прямо такие моногамные-моногамные ребята, то есть, и, ну, он, у него вот началось, я очень долго шутила о том, что, ну, он мне рассказал о том, что это вот, я нашел твой канал, я решила вернуться в БДСМ, я понял, что я не могу, и я такая думала, господи, да, конечно, ты звучит, как будто ты меня видишь в том, что ты, типа, ругаешься своей женой, вот, и смысл в том, что он понял, что он не может не практиковать, они пробовали с женой опять пробовать, но для жены опять это случалось, знаешь, таким неприятным процессом, то есть, она его останавливала, говорила, нет, дорогой, типа, я не готова, для меня это насилие, причем они не делали ничего там, ну, ты понимаешь, он очень аккуратен, очень ее любит, и, собственно, она ему разрешила, ну, типа, они обсудили, он говорит им, ну, давай я буду искать нижних с определенными правилами, да, типа, он, например, не раздевается, да, там, типа, у них нету сексуальных практик, он даже не делает такую сексуальную практику, что, типа, он игрушкой там не может, да, там, типа, своей нижней сделать это, он может ей приказать нижней, что-то с собой так делает, но сам он этого не делает, и он очень, ну, как бы, он, конечно, понятное дело, себя ограничивает в чем-то, да, но для него это какой-то баланс, который вот он ищет со своей женой, чтобы сосуществовать в этом, и плюс жена еще очень глубоко в себе не уверена временами, и, понятное дело, что у них все равно случаются конфликты, но они их всегда пытаются разрешить, потому что они друг для друга важны. Ну, грубо говоря, если фетиши совпадают, то это может существовать внутри пары вообще отлично. Конечно, вообще, типа... Не обязательно привлекать кого-то. Не, вообще никак, то есть, ну, и еще, знаешь, ты понимаешь, как я вчера на лекции говорила, что вот тебе вступает в голову что-то попробовать очень, ты прям хочешь, вот прям фантазируй, и твой партнер говорит очень, типа, нет, вот, ну, мне не особо. И тогда вот ты взвесь цену и ценность, типа, что тебе ценнее, попробовать сейчас эту практику или все-таки оставить хорошее отношение со своим партнером. Да. Вот, и тут, к сожалению, отношение — это всегда компромисс. Это, к сожалению, да, для меня, к сожалению, потому что я просто очень люблю быть свободной вот прям во всех смыслах этого. Максимально. Максимально, да, и типа, но, тем не менее, у меня, знаешь, есть полное вот это абсолютное право на очень много вещей от Рушеньки, и там, типа, ему это прикольно, потому что у него тоже разрешение есть. То есть у нас условно договор о том, что раз мне можно, значит, ему можно. У меня, конечно, тоже, знаешь, я такая, да кто тут верхняя? Он говорит, ну, а что, давай вот разговаривать. И мы с ним об этом говорили и поняли, что от меня никак не убудет от того, что я им разрешу. Типа, и мне прикольно наоборот. И плюс он настолько, знаешь, типа, любит меня, что для меня это вообще никак не, ничего не меняется. Я слушаю его истории и думаю, господи, боже мой. Понятно. Так, ну давай, а может мы прям пройдемся по вот всем под видом? А под видом? О, слушай, ну по всем мы не пройдем, но... Ну не по всем, хотя бы самое интересное, потому что даже я говорю, хотя уже чуть-чуть разобрался, я там и на подкасте, у меня и Анзоу было, всякие люди из тусовки. Я уже как бы не новичок, уже разбираюсь, можно сказать. Хотя начал я просто с того, что мне нравилась эта эстетика, и мне нравилось рисовать вот это все. Вот, но сейчас уже разобрался, но тем не менее, вдруг, может быть, это полезно для людей будет. Ну, да, давай я просто кратко вот несколько самых таких, что можно часто встретить. Ну, самое классическое, да, понятно, верхний и нижний. Тут я не буду останавливаться, садист-мазохист также не буду останавливаться. Ну, подожди, садист-мазохист это тот, кто причиняет боль, и тот, кому нравится, что ему причиняет боль. Да, верхний и нижний — это, в принципе, вообще условное определение… Это про подчинение. Нет, я про подчинение дальше скажу. Верхний и нижний — это условное определение вообще, в принципе, отдающей и принимающей стороны. То есть, знаешь, типа, ты можешь не чувствовать себя нижним, но если тебе, например, делают обвязку, да, условно ты сейчас находишься в принимающей роли. Далее, значит, мы говорим про, собственно, мистерс и мастер. Вот это как раз верх, отдающий роль в отношениях DS-формата, то есть, dominant, submission — это имеется в виду именно ролевая игра, где кто-то в иерархии выше, чем его партнер. То есть, ну, самое распространенное, помнишь, мистерс у нас, помнишь, сколько в инстаграме открываешь? Мистерс, мистерс. Да, первая ассоциация такая. Да, да, и это, собственно, вот госпожа, как у нас любят говорить. Ненавижу слово госпожа, потому что у меня оно ассоциируется с бабулей, знаешь, типа, но многим нравится, то есть мне... Барышня еще. Барышня, барышня крестьян, барышня госпожа. Вот, собственно, значит, мастер и мистерс я сказала. Дальше идет, у нас есть слейв, да, это именно нижний, которому интересно, или который интересно... Мастера или мистерс. Да, да, и это подчинение. Также мастер и мистерс еще могут сабмиссиво в себе взять. То есть слейв это немножко более, знаешь, такую ролевую игру про прямо конкретное подчинение, да, то есть это прямо такое больше будет про рабааров. Это вообще типа сделай, что хочешь. Ну да, 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 типа того. То есть, нет, у него не может, что хочешь. Ну, нет, в смысле, не что хочешь, а в смысле, что я скажу, то и делай. Вот, да, что я хочу, да, то ты делай. То есть, типа, твоя воля, она вот полностью его воля. Вот, дальше идет, ну, сабмиссив, это примерно то же самое нижний саб, да, сабчик, вот, как я люблю. Сабня, знаешь, это, я обожаю, это сабы. Это ваш слайнок вместный. Да, да, вот. И дальше есть из интересных, это праймал. Это вообще не в BDSM, на самом деле, что забавно. Просто это относит к субкультуре BDSM для того, чтобы было легче искать партнеров, потому что в BDSM ты условно пробуешь новые сексуальные практики, новые виды отношений, новые динамики. И праймалы — это про такую животную составляющую сексуальности, то есть там очень много партнеров, которые, знаешь, они даже особо не разговаривают, то есть, ну, во время секса, во время игры, да, они могут там принюхиваться другу, кусаться, царапаться, заламывать. То есть, праймал — это типа изображение доисторических каких-то персонажей? Ну, это не доисторические, праймал — это больше... Сейчас суперкоряво буду переводить. Праймал — это скорее к обращению к твоему животному нутру. Вот, то есть, праймал — это больше не о примитивном, а о диком. То есть, вот это, знаешь, это праймал... Я забыла какое-то слово. Типа не сдерживать себя культурными... Ну, типа, да, условными социальными рамками. И, типа, праймал, несмотря на то, что есть праймал-хантер, праймал-охотник и праймал-прай, праймал-жертва, условно, да, типа, для того... Это... Там нету иерархии, вообще никакой иерархии нет, но, тем не менее, все равно есть же люди, которым больше нравится, чтобы их загоняли, да, а кому-то больше нравится загонять. И для того, чтобы легче было искать себе партнера, то поэтому пишут там, типа, праймал-хантер, праймал-прай. Праймал — это вообще то, что можно рассказывать просто часами, потому что это очень... А у них как-то визуально это выделяется? В смысле, они там любят шкуры или что-то? Нет, вообще никак. Ну, типа, это просто люди, которым нравится определенный тип секса. Типа, вот, например, ты там смотришь... И это именно про секс больше. Ну, и игру тоже. Ну, то есть, смотри, это, знаешь, спарринг в постели, знаешь, есть такая тема, есть такой прям очень сильный фетиш, который распространен очень у многих. Ну, типа, дерутся, да, как спарринг. И там спаррингом это больше вот про такое спортивно-культурное, да, вот прям такое. А праймалы — это именно про полное такое погружение, где вот люди там царапают, скусаются, прикольно трахаются и вот это все. Ну, то есть, у меня, например, так вот с моей партнершей, типа, и мне это очень сильно нравится, потому что это... И у меня много было партнеров, с кем вот я пробовала Primal Plays. Самая большая проблема праймала в том, что, особенно какая-то девушка, что если мужик с тобой так играет, и у него поплывет башка в этот момент, потому что это очень сильно возбуждает и так далее, то это опасно. Ну, типа, с моей девушкой у нас после первого Primal Play у меня просто был разбит глаз. Мы пошли кушать, и у меня, знаешь, типа, вот такой глаз был разбитый, и вот так куба была покоцана. И она тоже была вся раскоцана, и мы с друзьями сидели, она вдруг на нас долго смотрит, такой, вы что, пиздились, что ли? Типа, вот, и там такая очень звериная штука, и мне кажется, очень многим это заходит в определенных параметрах, просто, знаешь, не так глубоко, или вот, вот. Есть такая тема, в которой ты точно в фэтлайфе видел слово, Каджира. Да, но я даже не представляю, даже примерно. Короче. Кроме кайдзю никаких ассоциаций. Нет, это не кайдзю, это не кайдзю. Каджира — это, значит, понятие из серии книг, очень популярных в свое время. Не помню, как зовут этого писателя-фантаста, но это точно был писатель-фантаст, который написал книги, и там было, собственно, про космо-рабынь каких-то, или что-то такое. И слово Каджира — это, собственно, вот это оттуда, из вот этой вселенной космо-рабынь, и там, вот, собственно, это, на самом деле, прямое понятие, как слейв, потому что там у них, типа, нету своей воли, у них есть определенная своя одежда, да, типа одежды, то есть, что они выглядят определенным образом для того, чтобы... Типа, как космические штуки какие-то? Ну, типа того, да, вот, и они прямо вот такие супер-мега-рабы, рабыньи. А космический доминатрикс есть? Я не знаю, слушай, было бы прикольно. Да, я сейчас собираюсь вторую часть комикса своего делать, у меня там будет доминатрикс с Марса, типа. О, круто! Это, знаешь, как у меня тоже, типа, большой фетиш, и вот это интересно писать такую историю, где у нас же, ну, условно, в нашем мире, да, там, ну, патриархальные устои, да, то есть, ну, мужчина сильнее, это совершенно, ну, типа, я понимаю, почему так сложилось исторически и бла-бла-бла, но, типа, у меня большой фетиш на то, что мальчики, это, на самом деле, их изначально воспитывают на то, что они должны быть нижними, вот как девушек воспитывают, да, потому что мы, ну, как бы, должны быть понимающие, нежные, вот эта вся хрень, это же не для того, чтобы быть, там, сильным лидером, да, и быть, там, ведущей, а тебя воспитывают, наоборот, как под нижнего, и вот то же самое, типа, вселенная, где мальчиков так воспитывают, и что мальчики априори, и, знаешь, и ненормально, если он сверху, вот, и плюс, и девушки часто встречаются с девушками, потому что, ну, типа, девушки приятнее, там, как бы, хочется на равных, а не, ну, типа, и это, мне, прям, очень давний фетиш, который я никак нормально... Вот это сюжет для комикса. Никак нормально не допишу, ну, не опишу, потому что я даже пост нормально не писала еще об этом, вот. Супер, нормально, это, считай, как моя геройская академия, только вот, где все вокруг девушки верхние, а Лайна один такой. Я еще подумала о том, что, помнишь, мне же феминизация нравится, да, и это, типа, создание мальчика, который больше похож на девочку, то есть это поднятие его выше, на самом деле, то есть это, наоборот, если ты занимаешься феминизацией, то в том мире это не унижение, как для многих мужчин это вся штука бывает, хотя для меня это не унижение, не про унижение, а это именно, знаешь, просто... Конечно, они ходят в какие-то скрытые бордели, где, не бордели, а какие-то заведения, где переодеваются и там изображаются с соседних женщин. Да, 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 и радуются тому, что они женщины, вот, да, и вот, короче, про вот это Каджиро, потом ты еще можешь там встретить Роуп Банни, Да, Роуп Банни — это тот, кто любит, когда его связывают, но также тоже иногда любят связывать, потому что Роуп Банни — это, в принципе, тот, кто просто очень сильно угорает по веревкам. То есть это прям... А почему Банни именно? Просто приятное слово, ну, знаешь, лучше, чем Роуп Уизл, например, да, там, типа, веревочный хорек, вот, еще там можешь встретить, ну, Ригер тоже, это тот, кто вяжет, Ага. Это всегда тот, кто вяжет. И там еще несколько было, я сейчас уже не вспомню, но вот самые основные — это вот эти вот, понятно, ну и свинч. Свинч — это тот, кто меняется. Да, тот, кто меняется, да, типа, верх и низ, вот, и, в принципе, там, ну, прям огромное количество. Там, знаешь, самое главное — это чтобы люди не усложняли для себя, просто если они видят название такое, у меня всегда в этом интерес не усложнить, да, и навешивать для себя кучу ярлыков и сказать о том, что я там какой-нибудь, там, такой-сякой, третий, пятый, десятый, а наоборот, что почитать об этом и просто узнать, потому что некоторым людям просто сложно себя идентифицировать, потому что мне несложно. Я прихожу, я так, я, вот, смотрите, вот, прикольно. Мне кажется, это очень популярный вопрос на лекции, опять же, в том числе, как понять в себе, есть ли в себе что-то такое, есть ли оно в принципе, и что именно, если есть. Как понять, типа, что ты, ну, типа, можешь интересоваться БДСМ вот этим всеми, да? Ну да, да, например, потому что люди-то живут и думают, ну, что это какое-то там, извращен, знаешь, как BadComedian как-нибудь пародирует. БДСМ вот, что это что-то такое, и просто, знаешь, маргинальный мир, который где-то там далеко есть, так же, я не знаю, как проститутки, менты и проститутки. Мне кажется, что тот, кто скажет мне о том, что он ни разу не шлёпал кого-то или не занимался более жёстким сексом, да, и не царапал условно, или как-то не хватал своего партнёра-партнёршу, то, значит, он... Сабмиссия. Пиздит. Просто пиздит. Всё. Это потому что я имею в виду, что мне кажется, что каждый когда-либо пробовал что-то, знаешь, там, с игрушками, да, там, типа, увидев что-то на картинке в порно и так далее, и он что-то такое пробовал, просто не развивал этот, ну, там, типа, условно, там, взял самую простую шлёпалку, пошлёпал и такой, типа, вот прикольно, но не знаю, как это развивать, потому что, ну, стеснялся. Но, в целом, это не приходит такое, что, знаешь, ты спишь, и тебе внезапно снится, что, иначе, я такая спала, и мне приснилось, что я со стропоном, и такая, вот оно. Типа, нет, ни хрена, я просто попробовала. Просто, вот, то есть, я пришла и такая, ну, то есть, сижу на сайте, да, смотрю, типа, ещё вот хочется купить, я ещё тогда очень мало знала, ну, то есть, у меня первый стропон был куплен для моей девушки. Просто мне хотелось попробовать это ещё давно, у меня было лет 18, наверное, 19, и я вообще не знала, что такое стропон, я просто слово это случайно услышала, загуглила, увидела, подумала, о, прикольно, можно заниматься ещё прикольным сексом. А она ещё была очень закрытая, мы три года уже встречались, и она такая, знаешь, типа, ну, там пальцы лучше, то есть, я её называла, значит, это golden lesbian, то есть, абсолютно только, golden lesbian, это так, кто только занимался с девушками сексом. И, условно, она так и у неё и была, и до сих пор есть, вот, и ей никогда не были интересны игрушки, и для неё это казалось какая-то фигня. Ну, и, короче, я купила, и такая, о, это прикольно, и начала потом, знаешь, интересоваться дальше, и потом, вот, как я рассказывала вчера на лекции, что я случайно узнала, что мальчикам тоже внезапно нравится стропон. Типа, я узнала, что такое пэкинг, я узнала, что такое, типа, и начала изучать, и чем больше ты изучаешь, и потихоньку пробуешь. Смысл в том, что, когда тебя очень сильно это увлекает, самое главное, это не нырять в это с головой. Типа, знаешь, вот ты такой, типа, там, вот, как условно, там, мне понравится порка, да, ты такой, я хочу, чтобы меня выпороли, вот тебе прям это нравится. И тебе, значит, первый раз порят, тебе очень сильно заходит, и ты хочешь всё, ещё больше и больше, и там просто твоё, ты можешь перегореть этим. Очень быстро, потому что ты, твой мозг не успеет привыкнуть к чему-то, не успеет понять, что ему нравится, не успеет принять, что ему нравится. И поэтому очень важно постепенно в это приходить. Ну, и плюс не повредить себя, потому что, как я вчера позже говорила, вот эта вся история, ой, БДСМ, это БДР, всегда можно сделать БДСМ безопасный. Нет, нельзя. Вообще никогда. Даже самые, там, типа, человека просто наручниками вот так проковать, он руку как-нибудь повернёт неудачно, и там заденет косточку, что-нибудь совместится, и это нужно всегда просто понимать. Это я не к тому, чтобы напугать, что типа, о, мы там всех ножами хуярим, там, вот это всё, не. Раскалённой палкой, знаешь, сразу просто. Ага. Как это, утюг на живот и паяльник в задницу просто, знаешь, на завтрак сразу. Вот, поэтому, как понять, просто пробовать. Угу. И если ты чувствуешь, что тебе заходит, прикольно, продолжай. Если чувствуешь, что не заходит, и ничего страшного. Какая разница? Это так же, как, знаешь, вот это с закрытыми и открытыми отношениями, когда рассказываю тебе. Как понять, что мне это зайдёт? Попробуй, попробуй, и если даже тебе будет больно, но ты будешь понимать, что тебе интересно это продолжать, ты будешь это продолжать развивать. Если ты сразу поймёшь, нет, что-то вот как-то, как-то вот что-то не моё совсем, то ты просто этого не делаешь, потому что самое важное – жить свою жизнь. Мне кажется, знаешь, страх ещё у людей такой, что они, как только, допустим, придут на вечеринку или куда-то, или к Доминаторик, или ещё куда-то, Их, вот реально, как в этом Евротуре, их не будут спрашивать, их прикуют, и будут делать с ними какие-то ужасные вещи, и всё. И они такие выйдут оттуда, там всё болит. Да-да-да. Особенно одно отверстие, больше всего. И всё, и никогда больше такие, зачем я сюда… Мне кажется, вот такие у людей мысли. Да, да, это абсолютно так, потому что очень многие думают, что вот когда, ну на вечеринке, ты вспомни, ты вот сколько кинки, да, типа ходил и видел, самый распространённый вопрос о том, что, а там обязательно заниматься сексом? Вот это, и для меня это просто, я помню, я пошла туда, я пошла… И все люди думают, что ты туда придёшь, и тебя заставят, такие, ну давай… У тебя просто затылок сразу вот так хватают, да… Или просто такие, типа, ждём, ну да, чё ты уже тут пять минут ходишь… Чё встал. Чё ты уже не на члене, давай, давай, садись, мы ещё открытых взглядов, так что давай, давай, поехали. Вот, да, и многие реально думают о том, что… И, знаешь, и для меня это так странно, потому что, когда я пошла в накинке первый раз в шестнадцатом году, то есть, ну сколько это, шесть лет назад уже, да, и для меня никогда не было понятия о том, что там все трахаются, то есть я просто такая, я хочу, я прочитала там, он ещё, знаешь, назывался, это был последний поп-порн-пати, типа я зацепила, и я прихожу… Там самое начало. Самое начало, да, и все такие, там просто карнавал, просто карнавал, реально, там, да, был секс, но мне с этого было прикольно, потому что мне это никак не раздражает, типа, пускай трахаться, какая мне разница. И у многих из-за того, что очень сильно зашоренный взгляд… И я не говорю о том, что, знаешь, типа, то, что ты много об этом говоришь, это не значит, что ты раскрытый, то есть, да, там, типа, и без комплексов и так далее, то, что ты можешь абсолютно быть закрытым для себя про секс, но тебя это не будет смущать. И для многих просто из-за того, что ты не можешь разговаривать об этом, и с тобой никогда не говорят, и когда ты с детства о том, что ты слышишь слово «писька», и тебе становится гомерически смешно от этого, да, и, типа, и ты вот… У меня уже слово смешно. Да, и ты, как бы, такой, понимаешь, почему люди на это реагируют, потому что, когда ты слышишь «БДСМ», сразу вспоминаешь «Евротуру» и «Флюги Гихайме». Но, с другой стороны, для меня «Евротур» тоже, ну, он настолько… Мне тоже не хватает, на самом деле, таких фильмов, потому что они были раньше овер-то топ, овер-то топ, и они не боялись шутить. Это сейчас, ты представляешь, сколько там можно обидок накрутить на «Евротур». Да, и очень многие забывают, что, на самом деле, чтобы «БДСМ» пробовать, и вообще, в принципе, прийти на вечеринку с своим партнером, другом и так далее, тебе нужно столько поговорить об этом. Ты просто берешь и начинаешь разговаривать. И столько, сколько разговаривают друг с другом «БДСМщики», мне кажется, никто столько не разговаривает, потому что в этом весь смысл. That's the whole fucking point. Слушай, а ты вообще сразу на «Кинки» пришла? Или какие-то были до этого вечеринки там, или какие-то клубы? Первая вечеринка была «Кинки», прям вечеринка-вечеринка. Но там был клуб «Предел». Ты туда сначала? Да, я туда. Ну, я там не на вечеринку, я просто хотела посмотреть. Я особо ничего не увидела, то есть, мне было не так интересно. Это еще был старый «Предел», вот. И мне было просто неинтересно. То есть, я такая, ну, прикольно. Мне хотелось очень сильно общаться, мне очень сильно не хватало комьюнити. Потому что я еще тогда канал сегодня вела, ничего не это. И, собственно, я не могла ни с кем никак нормально познакомиться. Потому что там еще плюс определенные отношения в русском сегменте к новым верхним, особенно когда они молодые. Вот, что ты там, типа, тебе меньше тридцати, ты не можешь быть верхней. Да, там реально дедовщина. То есть, типа, что выгляжу я не как верхняя. Там был чувак, мой любимый, он мне каждый раз приходил, не в «Пределе», а на сайте знакомств, это BDSM People, короче, на черном. Приходил и каждый раз ставил мне диагноз по аватарке. У него 30 страниц переписки со мной, где он в основном переписывается только с самим собой, рассказывая о том, как мне нужно, типа, выебыть, потому что я, типа, не понимаю свое место. И я такая, и причем он по аватарке, он говорит, ну у тебя же на лице написано, у тебя же на лице написано. Я так, чего у меня на лице написано, чувак. Ты на самом деле нижняя или чего? Ну да, 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 типа, что я нижняя, вот. И раньше меня это расстраивало, а сейчас, знаешь, ты типа, господи, да хоть шлангом назовите, какая разница. Даже интересно, как ты выглядела тогда, потому что ощущение, что ты всегда выглядела так довольно дерзко. Ну, знаешь, я более дерзко выгляжу из-за того, что я гораздо более уверена в себе, чем тогда была. А даже несмотря на то, что у меня были цветные волосы, да, там, типа, татуировки уже были и так далее, но я была менее уверена в себе, и из-за этого была такой, знаешь, по закрытию, ну, была тоже яркой, но чувствовалась вот эта вот пустота какая-то где-то вот у меня. Ну, еще не знала никого тогда. Ну, и да, и плюс еще никого не знала. Сейчас-то мне похер, знаю, не знаю. Я говорю, вот, хочешь шлангом назовите, буду все равно стропонить. Вот, и да, и вот очень у многих страхи с этим, и вот у меня тоже был страх, когда я в предел пришла. На Кинке вообще не было страха неожиданно. Вот я пришла, и там еще был клуб абсолютно маленький очень сильно, прямо в центре Москвы, прямо рядом с зоопарком, помнишь, что это высотка? И там был клуб, который назывался то ли Берлин, то ли как-то еще, и он подвальный. Первая Кинка там была? Нет, ну это не сам, это моя первая, моя первая, да. И там был подвальный такой клуб, очень мало места было, вот. Но все равно был очень веселый вечеринок, то есть, знаешь, тогда они были прямо суперские, такие уютные, короче, вот прямо. Вот это очень напомнило, не знаю, был ли ты в Питере на последней, вот предпоследней, вернее, которая еще была. Тогда вот мы виделись с тобой там. По-моему, мы там и виделись, да. А, все точно, мы там и виделись. Собственно, вот она вот напоминала во многом, хотя бы народу в два раза больше, чем тогда, но, знаешь, вот напоминала по уютности и простоте вот этого всего. Потому что было очень прикольно побывать вот именно на Питерской тоже Кинке, вот. Ну, в целом, да. Но сейчас-то вообще вечеринок на каждого как тебе хочется. Настроение сегодня сходить на Кинке, на Кинг. На, там, какой-нибудь, я не знаю, в предел, да, там тоже есть вечеринки сейчас интересные достаточно. Вот был чувак, короче, который делал очень крутые вечеринки, но, к сожалению, они провели только две. Одну большую. И там именно они делают SM-бал, то есть садомазохизм. И это, мне кажется, абсолютно уникальное событие. Я вот, блин, я так счастлива, что я попала на 120 дней Содома, там называлась вечеринка. Я попала случайно, там, собственно, Макс был фотографом, и ему плюс один разрешили взять. И я тогда такая, так, блядь, так, чувак, мы еще даже с ними не общались особо. Я просто сказала, я туда должна пойти. Он говорит, ну ладно, типа пошли. И там было, там все настолько задрочились с костюмами, там знаешь, типа все 18 век, там вот это все корсеты, юбки, там вот эти, вот эта нафигачная штука на голове, я забыла, парики. И шоу просто лютейшее. Там знаешь, там такие, значит, столы были вытянутые, там была полностью оплачена еда у тебя в билете. И причем еда была, я сначала думала, что, ну, знаю я тематиков наших русских, я думала, знаешь, там будет водочка, селедочка, там вот эта вся хрень. Нет, там был очень хороший стол, то есть прямо хороший, с хорошим, там даже бухло входило в этот. Просто, наверное, она в какого-то лакшери уровня, наверное, да? Да, там те же пределовские чуваки, типа, там многие были из предела, из других тоже, скинки тоже были. И там, значит, вот эти столы, да, все вот в этих платьях там, и там шоу показывают, и шоу абсолютно, ну, то есть не вот это то, чтобы привыкли там кого-то попорят, кого-то подвесят. Ой, нет, там, значит, была чувиха, которую повесили на крюки. Значит, вышел чувак, резал ее ножом, там было столько крови просто вот прям на этом вот ковре вот на сцене. Потом там была девушка, которую со второго этажа связанную спускали над нашими столами и раскачивали. То есть потом там открывалась вот эта комната, где можно было самим тимачить уже. И это было очень, прям, знаешь, как ролевая игра, короче, было прям очень классно. Ну вот сейчас ты говоришь, я думаю, люди вообще в шоке, что там кровь льется, ножи. Это все как-то, ну, вот для людей, для обычных объясни, как это, насколько небезопасно. То есть она ж не умерла, потом ее не съели. Ну смотри, во-первых, я хотела сказать о том, что вот тоже, как я сказала, что это уникальное совершенно событие. Вот такие баллы и штуки, они очень редки, то есть когда вы читаете про БДСМ, скорее всего, все, что вы там увидите, это связывание. Подвесы максимум на веревках и там порка не особо сложными девайсами. То есть здесь нужно учитывать, что вот я рассказываю, потому что меня так это увлекло, потому что я очень люблю СМ и я очень люблю необычное творчество. А это было необычное, блин, творчество. И поэтому нужно понимать, что люди, которые, во-первых, на это идут, они понимают, а во-вторых, нанести увечья человеку прямо вот, чтобы он не сопротивлялся или чтобы ему было нанесено прямо очень жесткое увечья, это нужно очень сильно постараться. И обычно там сразу понятно, что это не про БДСМ, а про Уголовный кодекс РФ. То есть и поэтому на вечеринках этого никогда не будет. То есть даже жесткие экшены, они полностью отработаны, они полностью происходят с людьми, которые... Ну их как-то режут по каким-то местам определенным, чтобы кровь была, но было как-то... Нет, два разного совершенно. Зависит от того, кто какой экшен хочет. То есть, например, кто-то хочет попробовать, что такое knife play, да? Ну то есть, например, у этой девушки условно фетиш на knife play. Порезы. Даже на blood play больше, знаешь. Knife play же не обязательно кровь. Ну да, да. Типа, там же можно просто ножом играть, но там пугать человека, да? Снимать воск, это тоже будет заводить. То есть, типа, девушка сама пришла, сказала, у меня есть такой фетиш на blood play. Можно, ну, например, условно, как это могло выглядеть. Ну да, да. И такая, типа, вот могу поучаствовать в перформансе, где меня режут. И там, типа, кровь будет. Я больше скажу, что, скорее всего, такое даже невозможно, потому что человек адекватный. Согласиться с незнакомой девушкой выступать с blood play, висящей на крюках, он не будет этого делать. Потому что ты не знаешь этого человека. А, то есть они в паре, скорее всего. Это пара. Это старая пара, я их знаю. А, то есть они все делают, как бы уже работало. Да, да, это известный чувак по knife play, он, знаешь, типа, на одном шоу, я помню, он с саблей ее резал. То есть, грубо говоря, это их увлечение, которым они и домом занимаются. Маленькое, милое хобби семейное. Просто тут они, типа, его показывают на сцене. Да, 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 да. То есть, единственное, что печально, вот я очень люблю там knife play. Я сейчас такой просто боюсь, что половина слушателей таких, ну нахер. Я, типа, с полподкаста говорите, как это вообще нормально и прикольно, и надо в себе развивать. А потом говорите, что, типа, там людей режут. Давайте я добавлю, что, во-первых, в принципе, вообще никакой адекватный там более-менее тематик никогда в жизни не будет на вечеринке с незнакомым, даже если ему предлагают что-то там пробовать делать. Потому что здесь нужно понимать, что всегда ваши границы, это самое важное, что вы должны отстаивать. И более того, вот это вот, то, что я рассказываю про эту кровищую вот эту всю штуку, это капец как редко. И обычно это в очень долго устоявшихся парах, кто это выносит вот на публично. Потому что это же, ну, ты представляешь, как человека, вот девушку, да, насколько, во-первых, ей этот фетиш крут, да, то есть она там была прям, вот, знаешь, ей было очень хорошо. И ты понимаешь, что такое, это очень про глубокую связь, потому что то, как он нежно с ней потом вот прям был, да, и она прямо вот его обняла и, типа, там, прижалась к нему и так далее. То есть ты понимаешь, что для них это прямо вот такое выступление, которое им прикольно, но, типа, они просто для нас это делают, чтобы показать. Потому что я знаю просто эту тематику верхнюю, он мне не особо нравится с точки зрения, он очень тихий, знаешь, он очень тихий, очень серьезный такой чувак. И даже его все выступления, они очень четкие, очень такие, как у робота, вот. Вот, и она даже звуков не издает, то есть я вблизи наблюдала, там, у нас был это, у него семинар, и она вообще звуков не издает. Типа, ей просто прикольно, вот она прямо с ним, вот она вот прямо это, вот, и так как он ее взял на руки после этого, и вот прямо отнес, там, ну, чтобы ей обработать, как правильно. Но, в целом, это, вот этот, это был SM-бал, и это было, вот, собственно, Москве один раз. Вот реально один раз. То есть такие вот штуки сложные с точки зрения всей системы, вообще глобально сложные, да, это очень большая редкость, к сожалению. Для меня, к сожалению, да, то, что вообще, в принципе, BDSM, который сейчас происходит на вечеринках, он, например, для меня, он очень мягкий. И это всегда так, и это нормально, то, что должен быть нормальный вход, порог входа должен быть нормальный. А ты за конец где-нибудь была? Нет, к сожалению, вообще никак. Типа, я очень хотела попасть в Вене, в Австрии, когда я была, и в Лос-Анджелесе хотела попасть. И оба раза мы как-то, в Вене понятно, потому что были рождественские праздники, знаешь, типа, и там все закрыто. А в Лос-Анджелесе… В Синистер. А? В Синистер. Не, я не помню, куда, я не помню, куда мы хотели попасть. Ну, я помню, что мы смотрели вблизи, да? В Синистер. И что, и как тебе? Ну, там, там, типа, на первом этаже дискотека, просто люди танцуют, там гоу-гоу и все такое. Вот. Ну, типа, как на Кинке, грубо говоря. А на втором этаже там более тихое место, и там всякие практики. Но когда я был, там была только порка, но она была очень жесткая по моим даже. Ну, в смысле, не по моим даже, я-то вообще… Ну, просто, в принципе, жесткая. Ну, в смысле, жестче, чем на Кинг в тысячу раз. Угу. Прям там он порол так сильно, что я не мог смотреть. Я такой… Ну, я плохо вообще в этих штуках, я вообще не BDSM еще ни разу, и боль так себе переношу. Вот. Но, короче, да… Ну, BDSM не только про боль, мы всегда будем помнить. Ну, да, да, это отдельно. Ну, я понимаю, да, да, конечно. Ну, короче, мне прям было так не по себе, потому что он так порол ее зверски. Ну, ей клево было. Хорошо, что ты не был на пределовских всяких учителях. Да, 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 я это не могу… Вот эти… Я видел фотки там всякие в чатиках людей, там вот эти жопы синие, сине-красные там и прочее. Я не знаю, не могу, для меня это, конечно… Ну, это… Я супервизуал, мне нравятся все, ну, эстетические всякие штуки. Вот мне… Я только про это все. И про вояризм, знаешь, вот про это все. Ну, слушай, для меня просто фетиш на следы на теле, да, то есть вот для меня очень прям высокий, ну, большой фетиш, чтобы типа я оставляла следы там зубами, когтями, да, там типа игрушками, девайсами и так далее. И вот это для меня тоже, ну вот опять же про разницу в эстетиках, да, то есть, например, ты сфотографируй там свою там женщину или своего нижнего парня, как вот после порки, да, для меня это прям вот так, то есть, потому что вот эти, знаешь, они как цветочки расцветают. А есть такое, что в России особо жесткий ДДСМ какой-то? Ну, в смысле, вот эта комьюнити такая жестче, чем люди страны? Слушай, везде есть свои садисты, есть везде свои верхние, да, там есть везде просто rope bunny с шибаристой, вот это все, то есть нет такого, что Россия суровая, настолько, что даже БДСМ у нас суровая, да. Ну вот да, вот у меня в один момент какое-то такое впечатление сложилось. Нет, это совершенно не так, потому что я, например, знаю на Фетлайфе, я знакома с несколькими ребятами, именно из разных стран, из Германии по большей части. Германия тоже суровая. Но там, типа, я просто хочу сказать о том, что, типа, тоже вот то же самое, типа, есть абсолютно мягкие ребятки, да, есть супер-мега жесткие, ну, жесткие для тебя, скорее для обыкновенного обывателя будет, да. А в Штатах вообще очень-очень огромная выборка, то есть там у них в каждом штате и городе своя культура вообще. То есть у них не так, как у нас, да. Ну, хотя у нас тоже различается, потому что у нас есть московские тематики, есть в Москве очень много там садюш, да, например, ну, садистов, которым нравится, а вот в Питере одни шибаристы. Просто. И у меня шуток про Расчлененбург не было никогда столько, после того, как я вот мы с ребятами, моими друзьями там были, и он говорит про шибаристов. Я такая, почему шибаристы у вас, типа, потому что удобно связать, типа, ну, понятно. Вот, но не очень хорошая шутка, но да. И очень даже отличается, видишь, даже от двух городов. Вот. Там и комьюнити другое немножко, и отношение к новичкам свое. То, что вот это отношение к новичкам в БДСМ – это вообще сложная тема. Вот. То есть, с одной стороны, я рада, что там условно какие-то вечеринки создают порог входа ниже, да, то есть, типа, рассказывают о том, что нормализуют вот эту всю штуку, но также хотелось бы, ну, просто рассказывать о том, что это правильно, да, типа, что такое верхний, да, типа, кто такой нижний, почему это про, прежде всего, иерархию, игру какую-то и так далее. Вот. И, но в то же время, да, типа, люди получают какой-то порог входа, когда они не боятся прийти, потому что многие новички в предел, один раз сходив, больше не вернутся в БДСМ вообще в принципе. И я не говорю, что предел плохой, потому что то, что с точки зрения исторического и культурной штуки для БДСМщиков они сделали, ну, очень много, потому что просто взяли и зафигачили первый клуб БДСМный в Москве, который, да, вот, типа, вот прямо в России, по-моему, который вот прямо на слуху, известен, развивается. Но в остальном, там отношение к новичкам, ну, такое. То есть, знаешь, там на тебя смотрят, как это, а из-за того, что я еще и публичная, на меня там смотрели просто, ну, типа, чё это там я пришла делать, да, чё это я вот так тут делаю, а не так, а не сяк, и я думаю, ё-моё, ты чё, я на экзамен пришла, что ли, я забыла. Вот, и это, да, такая вот прямо тема, что новичкам тяжело вообще в принципе с этим. Давай потихоньку, мне кажется, заканчивать. Да, давай. Давай расскажем, например... Ну, понятно, что глаза есть. Давай расскажем людям, где, например, за тобой можно следить, для тех, кто хочет чуть-чуть это поузнавать получше. А, да, ну, в Инстаграме, ну, ты, наверное, мои ссылки оставишь просто. В Инстаграме и Телеграме самые основные мои истории, это, собственно, я и там, и там веду, иногда немножко отличается контент, потому что, ну, типа, разные просто способы ведения этих блогов. Но, в принципе, я вот в Телеграме, у меня канал удалили, меня два раза банили в Телеге. Да, да. Ну, причём банили, знаешь, то есть канал не удалялся. Чего в Телеге-то банили? Смотри, канал не удалялся, но он становился закрытым для Apple, потому что, типа, там где-то, где-то проскользнул сосочек. Ага. Вот. И учитывая, что меня в публичном можно найти, да, и для меня это было, ну, не очень приятно, не очень правильно, и поэтому, несмотря на то, что сейчас на Apple ты можешь отключать кнопку, чтобы видеть все 18+, контент, тем не менее, мне всё равно было, ну, такой, я пересоздавала его, и поэтому, а так у меня вот канал уже шесть, по-моему, лет. Пять. О, ничего себе. Пять лет. Пять лет уже, да. Вот. Но мне его удаляли, вот, и инсту мне удалили. Ну, инсту это уже... Инсту это уже... Инсту в начале того года полетел у меня, да. И так было неприятно, потому что ты просто видишь, такой вообще ни за что. То есть, знаешь, инсту листаешь, там это, я никогда не забуду, как я в инсте налистала до того, что я увидела childporn. Ого. Да. Прикинь. Типа, и там, понятное дело, что все кидают, ну, страйки, да, но вот я его листала просто вот так. Типа, ну, знаешь, какая-то предложка там. Ага. Я увидела... Ну, у тебя предложка такая, наверное, особая. Не, у меня предложка собачки и мопсы. Типа, серьёзно. Там, иначе, иногда есть веревки, да, это, но в основном у меня эти шибы, мои любимые породы, шейхлайкаю постоянно. Ага. Но, да, и очень долго висела пост, то есть я где-то два дня его видела. Офига. Вот. И потом его удалили, слава богу. Но смысл в том, что да, вот как работают алгоритмы инсты. Да, ну, короче, в основном инсты и телега. Вот. Ну, Андрей оставит. Да, так что, мне кажется, если вам это всё интересно, вы можете всё узнать и прочитать. Да, у меня очень подробно, особенно для новичков, просто очень хорошо написано. То есть это сюжет, что я рассказываю, это я с высоты своего полёта, потому что, в принципе... Ты же ещё вела всякие... Семинары. Семинары, да. Да, семинары, вебинары. И, в принципе, семинары у меня и откинки были, собственно, я с ними вела. Собственно, фэмдом для начинающих вот эту всю шнягу. И в целом это... Короче, хочется попробовать, прямо вот у меня надо читать, потому что у меня там очень много про практики, про технику безопасности, как знакомиться, где знакомиться. И, в общем, очень много инструкций. Да. А ещё смешной подкаст с тобой и у мальчишников. А, да, да, да. Мальчишники – это вообще один из лучших подкастов ever. Мне очень нравится обложка, которую они сделали. Она просто... Страпанесса. Страпанесса. Они мне ещё пишут, говорят, слушай, а страпанесса можно сказать? Я говорю, ну, блин, хочешь, скажи. Вот. И потом они прислали обложку. Ладно. Спасибо большое, что послушали. Пока. Пока. Повторяешь. Понимаете? Повторяешь лучше. Повторяешь. Аэро. Уровня. king и поиц. Тoga, м tengo четыре. Нат空,